Всех обрадую. Да, я вам всех обрадую. А именно, сегодня у нас ведь последнее заседание, правильно, Валерий? Нет, оно не последнее, оно заключительное для весенней и зимней. Хорошо, принимается по праву. Так вот, я с собачками каждый день гуляю, а сегодня, ну, через яс проходила, с утрочком, да, и посмотрите на мой правый глаз, как мошка покусала. Появилось очень много мошки. То есть наступило, наконец, лето. С чем я вас поздравляю всех. Ну, я тут слышал, если вот эту биологическую тему развивать, я тут слышал, что какая-то особого типа мошка на Москву и вообще на европейскую часть налетела. Какая-то особая и очень вредная. Поэтому, Николай, ты это имеешь в виду, пожалуйста. Тут что-то, может быть, помазать чем-то нужно. Друзья, значит, я включил запись. Это означает, что мы начинаем наш очередной вебинар. Он 18-й вебинар весенне-зимней сессии 2021 года. И у нас уже 31 участник. Я уверен, что еще подойдут участники. Несколько слов хочет сказать Бычков Владимир Львович, которому я передаю слово. Володь, давай. Здравствуйте, дорогие коллеги, соратники, друзья. Я с большим трепетом выслушал пожелания мне, которые вы сделали в прошлый семинар. От всей души я вас благодарю. Спасибо вам за высокую оценку того, что я делаю. И я всем, в свою очередь, желаю больших творческих успехов и крепкого здоровья. И чтобы наши встречи продолжались ежегодно. Еженедельно. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Львович, за выступление. Извини, пожалуйста, Валерий. Тогда мне приходится присоединиться к Владимиру Львовичу. Хотя я уже благодарил всех и обзваниваю. Большое вам спасибо за то, что вы так прекрасно отметили мой юбилей. Главное, научными докладами. Я некоторые доклады по несколько раз уже просмотрел, внимательно прослушал. Появились какие-то идеи. И вот в этом смысле Валера Зателепин оказался прав. Ну, я отказывался. Я был категорически против организации таких мероприятий. Но Валера меня уговорил. Это нужно, может быть, больше не тебе, а всем нам. И вот я думаю, что да. Спасибо большое всем. Я вижу, Николай даже немного растрогался. Николай, спасибо тебе, что ты столько сделал для нас. Ну, давайте начнем сегодняшний вебинар. Позвольте мне сказать пару слов о сегодняшнем выступающем. Я мог бы его попросить рассказать, но вот позвольте мне, потому что когда человек сам говорит о себе, то там, получается, может быть, немножко как бы лицом к лицу, как говорится, лица не увидать. А вот со стороны, может быть, чуть-чуть видится. Вот я лучше. Я с Михаилом Яковлевичем познакомился очно примерно в 2015 году, как мне кажется. Вот меня тогда на семинарах, во-первых, я его увидел у Николая Владимировича, а во-вторых, меня Юрий Николаевич Бажутов попросил сделать, и я даже два раза делал рецензии на доклады Михаила Яковлевича на конференциях. Поэтому я в его технику и технологию, ну, как бы, может быть, больше других вхож. Но интересно то, что я с Михаилом Яковлевичем познакомился, на самом деле, где-то примерно в 1972 году. Дело в том, что я работал в Ифтане, занимался математическим моделированием газодинамических многомерных нестационарных задач. И у нас работала такая Наташа Исакова, которая очень тесную связь через своего мужа имела с ЦИАМом. А там разрабатывали новые методы расчетные, потому что эта организация очень плотно работала и очень эффективно работала с расчетами газодинамических течений. И вот метод Годунова такой тогда вот он широко начал применяться, и очень он гремел по всему миру, по сути дела. И через некоторое время вышла книжка, по-моему, я не знаю, по-моему, в 1973 году вышла книжка «Численное решение многомерных задач газовой динамики», в которой были четыре автора. Это Годунов, это Забродин, это Иванов и Крайко. И Прокопов. А, и Прокопов. Пять человек, да, извиняюсь. И Прокопов, да. Ну вот я из этой пятерки великолепной, я вот знал только Крайко, который, собственно, вот и знакомился с этим методом. Ну вот и Михаил Яковлевич в этой великолепной книге участвовал. Поэтому мы должны понимать, что Михаил Яковлевич человек, который с молодых, как говорится, ногтей, с молодого возраста участвовал, работал с очень интересными людьми. И, в частности, это вот академик Годунов, который, ну тогда он не был еще академиком, по-моему, но это, безусловно, человек выдающийся. Он занимался исследованиями разнообразных свойств нелинейных уравнений газовой динамики. Известный академик-математик. И вот это означает, что Михаил Яковлевич человек с огромной математической подготовкой. Прошу вот это иметь в виду. Это первое. А второе, он работает и работал в ЦРАМе. Это Центральный институт авиационного моторостроения. Вот в авиации двигатели называют моторами. Как-то так вот пламенный мотор вместо сердца, как известно. Вот они такую терминологию используют. Вот он, многие там уже лет 60, наверное, в этом институте работают великолепным. И, конечно, он тоже имеет, и от этого дела тоже имеет огромный опыт. Но не только численный, не только теоретический. Дело в том, что этот институт, эта организация, она еще занимается экспериментальной. У него очень хорошая экспериментальная база. И вот, глядя по моему, это уже мой домысел. Как мне кажется, Михаил Яковлевич, вот наглядевшись на то, что расчеты почти никогда не совпадают с экспериментами, что любой вот тот, кто занимается экспериментами, мои слова, я думаю, подтвердит, вот он вот именно занялся поисками, а в чем же дело, почему иногда бывают разнообразные, не совсем понятные, лучше сказать, вообще непонятные отличия от теории. И я мог бы еще кое-что сказать, потому что я знаю, что, значит, вот кое-что знаю про работы Михаила Яковлевича, потому что я их рецензировал, две работы. Но не буду занимать ваше время и передаю слово самому докладчику. Михаил Яковлевич, вам слово. Я дал вам право свою, можете презентацию вывешивать. Валерий Николаевич, большое спасибо за такое развернутое представление. Вот разрешите, я только два замечания небольших сделаю. Первое, вот здесь появилось, что куда дели Рябенького. Так вот, у Годунова с Рябеньким по введению в теорию разных схем была книга написана в 60-е годы. Мы же с Годуновым написали эту книгу в 70-е годы, когда действительно было очень много положительных результатов получено расчетными способами и спроектировано много изделий. Ну и как второе замечание, как последний пример, вот совпадение либо несовпадение расчетов с экспериментом, мне бы хотелось провести, вот нам пришлось считать обтекание нашего шаттла Бурана. И был просчитан Буран во всем диапазоне скоростей, вплоть до тронзвуковых скоростей. И когда при посадке Бурана он по ветру летел и не вписывался в полосу посадочную, то все увидели, что он опять взял и взлетел, и улетел в полосы. Все перепугались, но, так сказать, кто рассчитывал, знал, что это было заложено, и на дозвуке Буран разворачивается, и уже против ветра садится на указанную полосу. И вот через 6 минут Буран опять появился и сел на полосу четко, и вот это был действительно успех запуска в автоматическом режиме нашего космического шаттла Бурана. Так вот, этот пример четко показывает, что во всем диапазоне скоростей, начиная от маха 25 при посадке из космоса и заканчивая нулевыми махами, расчеты четко совпадали с экспериментальными данными и подтвердили, что возможность того, чтобы Буран мог сделать такой крюк 6-метровый и сесть четко, зная и аэродинамику, и подъемную силу, и тягу. То есть в данном случае действительно я немножко скорректировал высказание Валерия Николаевича о совпадении эксперимента и расчета. В случае данной аэродинамики во всем диапазоне скоростей, она четко совпала, по крайней мере, по крупным интегральным характеристикам, по тяге, по подъемной силе, по скорости, вот с тем, что мы заложили. Было там атлас опубликован по обтеканию указанного Бурана. То есть здесь в некоторых задачах очень хорошее совпадение бывает расчета с экспериментом. Ну и также считаются все наши самолеты и двигатели тоже в большинстве случаев совпадение с экспериментом достаточно хорошее. Но еще раз я хочу поблагодарить Валерия Николаевича за вступление. Вот видите, я немножко скорректировал его. И вообще хочу поблагодарить всех коллег, которые сейчас присутствуют и будут слушать данный доклад. И последнее замечание в одной части. Мне бы хотелось все-таки лично поздравить сейчас Самсоненко Николая Владимировича и уважаемого Бычкова Владимира Львовича вот с прошедшими юбилеями. Вот так лично я еще не высказывал им свою такую признательность. И поздравления. Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни и активной творческой работы. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, разрешите перейти мне непосредственно к представлению моего доклада. Я начну тоже с небольшого вступления. Вот здесь, я надеюсь, видно в данном случае мой показ. Вот действительно семинария Климов-Зателепина, который сейчас уже такую высокую оценку получил от научного сообщества. Мне очень приятно делать указанный доклад под названием «Электродинамическая модель гравитационного взаимодействия». Николай, Николай, мы вашу презентацию пока не видим еще. Мы ее еще не видим. Вот вы еще раз на свою эту зелененькую клавишу нажмите, пожалуйста. Так, секундочку. Но мне надо тогда выйти. Я вот выхожу, опускаю свою презентацию вниз. Сейчас видно. Давайте еще раз я делаю моя презентация. Вот она. Нажмите «Совместное использование». Я нажал, Саш, я нажал. Вот я нажал «Совместное использование», да. Демонстрация экрана у вас с зелененькой клавишей. Вы нажали ее? Нажал. Два раза. Может быть, она отключилась, поэтому вторично, к сожалению. Сейчас видно слайд мой, нет? В данный момент. Не видно совершенно. Не видно. Тогда я его опять… Вот мой слайд. Написано «Семинар Климового Зателепина. Совместное использование». Нажимаю клавишу. Вот сейчас мы видим. Молодец. Все. В этот раз прошло. Возможно, я дважды нажал, и это получилось. Может быть, да. Вот в данный момент видно. Да, но вот тут обычно просят, Михаил Яковлевич, обычно просят. Там вот зелененькая, как ее называют, бокал слева, в самом левом верхнем углу вашего. Вот все. Молодец. Сейчас есть, да. Большое видим. Да, все здорово. Сейчас все видно целиком, да? Все видно, да. Все видно, да. Ну, уважаемые коллеги, тогда разрешите перейти уже непосредственно к материалам сегодняшнего доклада. Доклад называется «Электродинамическая модель гравитационного взаимодействия». И на первый слайд я вынес, ну, во-первых, то место, где мы сейчас находимся. Вот я стрелочкой показываю Москву. Это вот земной шар со своим полем силовым, гравитационным. Он представлен, поле это рассчитывалось, вот, уравнением, которое здесь представлено. Это линии постоянства и потенциала, ну, силового поля, потенциала силового поля. И мы с вами сейчас находимся вот в указанной точке, где расположена Москва. А здесь хорошо видна и вся Европа, и Африка. Так что вот, но я хочу заостыть ваше внимание, что представлены рассчитанные силовые линии гравитационного поля вот на этом слайде. А вот на соседнем, буквально на соседней картиночке, я аналогию с батутом. Очень часто сейчас при освоении космоса упоминается батут. И вот представьте, если мы на батут, круглый батут, натянутый на окружности, положим две гири. Вот я кладу указанные две гири. И если я их удерживаю, то они приближаются друг к другу. Но стоит мне силу удержания, так сказать, одну, так сказать, отпустить их, то эти две гири скатятся, скатятся в центр батута. Ну, как обычно прыгающие дети тоже на круговом батуте оказываются в центре батута. Ну вот я привел такую аналогию, потому что она также описывается вот тем же уравнением. Это Дебаевский радиус в квадрате, оператор Лапласа на потенциал силового поля. А в правой части стоит удвоенный гиперболический синус указанного потенциала. Вот это уравнение, я дальше буду пояснять, действительно описывая указанные силовые поля, общие силовые поля как для гравитационного, так и для электрического взаимодействия. При наличии нулевая часть, это когда нет распределенных зарядов, как мы знаем. Ну, а вот здесь именно такое распределение гиперболический синус силового поля показывает, что удается объединить и гравитационное, и электрическое взаимодействие, закон Кулона и закон Ньютона гравитационный, в один закон благодаря указанному соотношению. Ну, фактически этому и будет посвящен доклад. Сначала разрешите мне более четко указать основные моменты, которые использованы в этом докладе. Данная модель гравитационного взаимодействия основана на законе Кулона, электродинамике Максвелла и на постулировании предельно малого отличия в распределении потенциалов по модулю, около точечных электрических зарядов в центре протона и электрона. Я повторяю то, что было у нас на сайте представлено, только потому, чтобы еще раз заострить основные моменты своего доклада. Но это малое отличие в распределении электрических потенциалов протона и электрона приводит к наличию небольшого, нескомпенсированного, суммарного положительного заряда у тела из барионной материи, который состоит из протонов и нейтронов и электронов. При этом именно тот нескомпенсированный заряд будет, естественно, пропорциональ его барионной массы, которая состоит из протонов и нейтронов. Присутствие заряда генерирует силовое воздействие в окружающем пространстве и обязательно должен присутствовать газообразный телесный эфир. В этом случае вот это дополнительное, считайте, допущение, которое делал и Эйнштейн, и многие другие участвуют в этом семинаре. Вот Бычкову-Зайцеву, ну и также многие наши коллеги. При этом гравитационный потенциал определяется воздействием электростатических сил, определенных своим градиентом потенциала, и сил давления, определяемых своим градиентом, ну чисто газономическим. Математическое описание подобной модели гравитационного взаимодействия задается к возлегельным уравнениям Фуассона, который я дважды привел на первом слайде. Это для стационарного случая с соответствующими граничными условиями. Ну как вот закрепленный батут, считайте, это тоже граничные условия, но любого потенциала, и когда на нем прыгают, то уже есть действие гравитационного взаимодействия. Тем же самым уравнением описывается. В работе определены гравитационная частота, наподобие известной плазменной частоты, соответствующие гравитационный период времени и характерный линейный размер пространства. В этой модели равенство инерционной гравитирующей массы является следствием исходных уравнений, и получено точное решение для структуры черных дыр и космических струй из центра черных дыр. Я получу аналитические решения, представлю их в конце доклада, и хотел бы повторить, что модель удовлетворяет следующим шести классическим основам. И эти основы я кратко еще раз подчеркну, чтобы четко обозначить ту модель, которая будет излагаться, но во всем классе, очень большом классе моделей гравитационного взаимодействия, которые в настоящее время опубликованы. Используется только механика Ньютона и инвариантность Галилея, то есть все уравнения, которые будут вписаться, инвариантно относительно преобразования Галилея. И прежде всего при переходе в равномерно движущую систему координат уравнения остаются теми же самыми. Мы в этом случае имеем абсолютизацию времени и трехмерное плоское, как его называют, пространство эвклида, то есть эвклидового пространства, но трехмерно. Упаси бог ни одного лишнего, кроме времени и трех пространств координат не будет вводиться ни одного измерения. Второй пункт. Будет использоваться гидродинамика Эйлера, ну и тепло Ломоносова. Ну хорошо известна работа Ломоносова о природе теплоты и стужи. И вот фактически вот те монады, которые Ломоносов вводил, это тот же самый эфир. И вот такой тепловой подход Ломоносова и гидродинамика Эйлера используются с постулированием сохранения массы и других свойств среды. Я опять обращаюсь к Ломоносову, который в письме к Эйлеру написал, что если где-то масса уходит, то в другом месте столько же массы появляется. То есть закон сохранения массы за 40 лет до Лубуазье сформулировал Ломоносов. Но следующая фраза Ломоносова была в письме к Эйлеру, что и другие свойства среды также сохраняются. Вот это очень важное замечание используется в данной работе. Электродинамика Максвелла используется, но законы Кулона и Ампера. В этом третьем пункте следующий важный момент. Хорошо известен ток смещения. По крайней мере, полная система электродинамических уравнений Максвелла в распространении электромагнитных полк содержит указанный ток смещения. Но это для нестационарного случая. Когда же мы имеем переход к стационарному случаю, то ток смещения приводит к наличию потенциала смещения. И вот этот потенциал смещения определяет и является определяющим в нашей модели. Он определяет Дебаевский радиус экранирования потенциала смещения. Это чрезвычайно важный момент, который стыкуется с электродинамикой Максвелла. И вводится электромагнитная энергия стандартным образом, и сила Лоренса. То есть, видите, вот эти три пункта полностью отвечают классическим основам. И следующие два пункта тоже отвечают классическим основам. Но используется кинетика Больцмана, температура Кельвина вводится, и термодинамик, стандартная с энтропией. Но при этом мы имеем константу Больцмана, это отношение газовой постоянной числового гадра, и имеем уравнение состояния, P равняется НКТ. Это классика кинетической теории Больцмана, которая широко используется в гирродинамике, в теории плазмы. И мы имеем уравнение состояния, которое замыкает феноменологические законы сохранения массы, импульса и энергии. Вот мне очень нравится дважды изданная монография Бочкова и Зайцева, где они тоже используют законы сохранения, но пока не привлекают уравнение энергии. Вот мне представляется в следующем издании, возможно, они привлекут либо уравнение для энтропии, либо уравнение для энергии, но недостаточно законов с сохранением массы и импульса, чтобы замкнуть полностью теорию того эфира, который, в частности, развивает Бочков и Зайцев. Но мне эта монография, эта книга очень по душе импонирует, и я ее также с удовольствием, как и сам Соненко, с удовольствием читал указанную книгу. Вот. И последний пункт, принципиальный пункт, все-таки я считаю, что материальный эфир существует. Здесь полная последовательность идется с Ньютоном, Левкипом, Демокритом, Ну и всеми, кто до начала 90-го прошлого века, 20-го века, считал, что физический вакуум, материальный эфир существует, и то, что сейчас назвали физическим вакуумом, это все тот же материальный эфир, который является переносчиком электромагнитных волн, среда переносчиков волн. Причем скрытая масса, открытая сейчас, ее называют темной материи, это все тот же эфир, который имеет открытую экспериментальную температуру 2,735 градусов Кельвина. Ну, кстати, очень интересный момент, что в 1933 году была открыта указанная температура Регинером. И когда в Санкт-Петербурге, ну, когда был Ленинград, в 1956 году Шмаонов также зарегистрировал указанную температуру и защитил кандидатскую диссертацию в 1956 году, вот ему вполне позволили эту диссертацию защитить. Но, однако, в 1963 году, когда американские радиоастрономы Пензиас и Бильсон открыли эту же температуру, уже в третий раз открыли, ну, им тут же, спустя 2-3 года, дали Нобелевскую премию, как мы знаем, за указанную температуру микроводного фонового излучения. Вот я одновременно с некоторой историей, и вот те шесть пунктов классической основной модели, которые будут излагаться, в данном случае изложил. Ну, в общем-то, если опираться на эти шесть пунктов, то достаточно классической физики, которая была до начала 20 века развита, опираясь на эфир, полностью замкнуть, построить указанную электродинамическую модель гравитационного взаимодействия. И сейчас разрешите, после теперь краткого обзора наиболее распространенных теорий гравитации, я перейду уже непосредственно к материалам своего сообщения, своего доклада. Ну, вот интересный, конечно, подход Ньютона был, и у Эйнштейна подход против, так сказать, он как бы перечеркивает подход Ньютона, что рассматривает гравитацию как деформацию пространства, искривление пространства. И вот здесь такая картинка, она просто напоминает, что очень широко сейчас продолжает использоваться вот такая гравитационная теория, общая теория относительности Эйнштейна. Второй интересный подход – это струнная теория. Вот надо отметить, что струнная теория, предложенная Габриэлю Венициана, на основе функции Эйлера, вот она представлена, интегральная функция Эйлера. И обратите внимание, что в начале координат, когда х и у приближаются к нулю, мы получаем как раз функции влияния Грина единицы делить на t. И мы увидим, что в этом случае уходит потенциал к бесконечности, вот в указанной точке это хорошо видно. И вот Венициана обнаружил, что указанная формула хорошо описывает рассеяние различных подмещений на частицах. И в связи с этим стала развиваться, особенно Леонард Сацкин в этом преуспел. Вот теория, струнная теория гравитации. Я покажу только несколько очень таких ярких фигурок. Вот показано, что имеется многомерное пространство, вот такие показаны решения в этой струнной теории гравитации, вот разные способы. И я как раз хотел бы привести, что эта теория до того широко развита, что в основном защищено много на Западе и в США диссертаций посвященных, но в ней есть и минусы. Самая простая теория струн, теория бозонных струн, требует 26 измерений. Мы же у себя ограничимся только тремя пространствами измерения и временем. Но теоретики скажут, что дополнительные измерения очень микроскопичные. И вот как представлены были вот эти вот ушки, такие красивые, вот так вот эти измерения сворачиваются в каждой точке пространства. Но это очень красивая картинка, но ее трудно экспериментально увидеть, замерить. Но если посмотреть на уровень струн, микроскопические размеры необходимы вот для получения нужных нам математических результатов. Но можно обойтись и без указанных математических результатов. И вот разрешите я все-таки, заканчивая теорию струн, известно, что решение теории струн давало со сверхцветовыми частицами-техионами. И это была большая проблема. Но вот предложена модель Шапира-Верассора 26 размерностей этой модели. В другой модели Рамона-Навье и Шварца 10 размерностей. И все эти модели предсказывали тихионы. Но, однако, удалось сделать проекцию для струнных переменных, чтобы устранить указанные тихионы. Потому что, ну, запрещает теория, общая теория относительности указанных тихионы. Имеет сверхцветовые частицы. И вот в этом случае они получают как бы суперсимметричную струну. И мы имеем в данном случае вот одну теорию струн, удовлетворяющую общей теорией относительности, которая позволит как бы состыковать теорию относительности с другими силовыми взаимодействиями. Ну, вот здесь представлено, что не только функция Эйлера, но вот это уравнение, которое я привел, также дает решение очень близкое. И мы можем увидеть, что при приближении вот к сосредоточенным зарядам ведет в себя потенциал как единица на R. И мы получаем вот такие действительно, ну, предели бесконечности, если придем к точке. Вот в данном случае мы будем далее вместо увеличения размера сопространства фактически иметь изменение длины струны, что позволит амплитуду возмущения термомагнитных возмущений определять через фактически вот такую механическую величину длины струны, если будем вводить. Но вот заканчивая про теорию струн, была опубликована книга в 2006 году, 2007 год, вот в Лондоне «Неприятности с физикой». Это Ли Смолина. Известная книга, где называлась «Неприятности с физикой. Упадок науки и что за этим последует». На что вот наш поэт Брюсов Батли Яковлевич написал интересную четверостишку, которую разрешите я зачитаю, что однажды, ошибясь при выборе дороги, они упорно шли, глядя на свой компас. И был их труд велик, шаги их были строги, но вводил их прочь от цели каждый час. Ну вот мне представляется, можно с полным основанием привести вот эту четверостишью Брюсова. Его, кстати, приводил и Эткин в своих исследованиях. Я, так сказать, далеко не первый, кто Брюсова приводит в плане, так сказать, современной физики XX века. И эта вот физическая теория струн привлекла очень большое внимание только потому, что она как бы позволяет объединить общие теории относительности с другими теориями. Но сам автор, вот в частности, одного из вариантов теории, Ли Смолин, говорит, что теория струн, в общем-то, привела к некому упадку науки. И вот цитируем мы с этим вот такую четверостишью. Ну и еще мне бы хотелось отметить в заключении своего введения, я сейчас перейду же непосредственно к материалу своего доклада. Следующее, что вот три кварта для мистера Марка, которые были в основе протона и нейтрона, тоже себя изжили. И сейчас рассматривается в море квартов. Вот в течение 20 лет рассматривалась такая структура протона и нейтрона, вот такое протонное море, ну, которое, естественно, ни в какие три кварта вписаться не может. И при этом, когда протон приобретает скорость, то вот, к сожалению, не полностью видно, вот здесь вверх меняет свою структуру протон, приближаясь к световой скорости. Вот показана в натуре была в одном из журналов такая физическая картинка протона. И вот мы теперь сегодня вот такую картинку используют очень часто при демонстрации результатов эксперимента на большом андронном кайлайдере. Ну, вот я поэтому немножко уже буду заканчивать свое введение. Вот эти три кварта для протона и нейтрона здесь представлены, но, извините, это того грубое описание, которое Геллману было предложено на основе соответствующей сказки, где несколько ворон про кар-калатар-кар-кар. Вот мы и имеем три кварта. И с этим имели в течение довольно длительного времени, Но, к сожалению, 20 лет прошло, и мы имеем, по крайней мере, Си-кварк, это море кварков, которое включает и кварки, и глюоны, и эти взаимодействия двух протонов на Большом ангроном коллайде приводят к рождению мионов, и сейчас обнаружены нестыковки с соответствующей стандартной моделью. Я приведу важный экспериментальный результат, полученный в статье, здесь цитируется Буркет и соавторы, распределение давления внутри протона. Это журнал «Натура» 2018 года. Показано, что давление достигает внутри протона 1035 Паскаля, и мы покажем здесь аналитически, что именно вот эта величина давления и получается при использовании вот того уравнения и электромагнитной теории гравитации. То есть, если мы переходим на уровень элементарных частиц, то мы можем четко определить, и это в 2012 году было опубликовано, именно такое значение давления внутри протона, вот той теории, которая излагается ниже. Ну вот и самый последний экспериментальный результат, полученный уже 21 апреля, опубликованный 21 апреля 2021 года, говорит о том, что вот такую форму имеет электрон. Это самый, так сказать, высоким разрешением фотография электрона, первое в истории фотографическое изображение электрона. Тоже мы видим достаточно хорошую симметрию. И вот здесь рядом приведено распределение потенциала внутри электрона при решении, опять-таки, того же уравнения для уравнения Пуассона, которые здесь используются при моделировании гравитационного взаимодействия. То есть, и вот в частности качественно, вот последние результаты подтверждают, вот примерно, по крайней мере, могут быть так интерпретированы по распределению потенциала. Важным моментом является следующее. Этим моментом можно также было бы добавить и некоторые монографии, которые сейчас выходят. Вот я хотел бы подчеркнуть, здесь также видно, это так называемое введение плотности импульса материальной точки, энергии материальной точки. И мы имеем как бы эффект затвердевания. То есть, если любой газ у нас, давайте в наших условиях, воздух, имеет скорость пробега молекул порядка 400 метров в секунду, то это не есть скорость газа. А вот благодаря эффектам затвердевания мы материальную точку рассматриваем, которая может иметь от нулевой скорости, ну и выше, вплоть до там звуковой скорости, сверхзвуковых скоростей. Вот такое же отвердевание необходимо проводить и для эфира. То есть, не надо рассматривать для частиц эфира, не надо рассматривать. Есть хаотическое движение частиц эфира, которое по данной теории близко именно, но несколько превышает скорость света в вакууме. Но если мы проведем для эфира, используя феноменологическую теорию отвердевания, эффект отвердевания, который подробно изложен в лекциях Овсянникова, лекции по основам газовой динамики, наука, 1981 год. Так вот, это отвердевание позволяет действительно сказать, что вот скорость совершенно другая. И мы видим, что несколько иначе, вот опять-таки в той интересной монографии Бычкова и Зайцева вводится скорость, исходя вот из этих двух законов. Закон о сохранении массы и закон о сохранении импульса. Следует добавлять здесь и закон о сохранении энергии также. Ну вот я приведу здесь конкретно уже без наличия Земли, показано распределение потенциала в окрестности Земли, электрического потенциала, как решение вот указанного уравнения. Откуда следует это уравнение? Достаточно просто. Если я запишу гидродинамическую модель плазмы, рассмотрю стационарный случай, как это стандартно делается в теории плазмы, приравняю градиент потенциала к градиенту давления, то в этом случае я, исключая именно давление из данных уравнений, из уравнений импульсов, я получаю вот это уравнение Пуассона для определения стационарного определения гравитационного поля. И вот здесь представлены конкретные для Земли расчет, фрагмент расчета данные для Земли. А здесь он показан уже в более общей виде для 360 градусов поля около Земли. То есть это действительно расчетные вещи, сделанные конкретно путем интегрирования вот указанного уравнения для потенциала. Это силовой потенциал, который объединяет электрическое и гравитационное взаимодействие. Ну и я теперь более, так сказать, в быстром темпе могу. Основные идеи я как бы подсказал. Сейчас перехожу к математике. То есть используются интегральные законы сохранения массы, импульса и энергии, и замыкаются они уравнением состояния. В этом случае мы рассматриваем и нейтральную, и положительно заряженную, и отрицательно заряженную среду. Но при этом, зная температуру фонового излучения, используя ту формулу, которую хорошо демонстрировал Самсоненко на одном из своих семинаров, но как бы характеризуя мой доклад, что E равняется mc, равняется hn, равняется kt, что использует Дебройль, руководитель Самсоненко. Если я сюда поставлю температуру, умножу вот это уравнение на концентрацию, на n, то я получаю просто уравнение состояния n равняется kt. Короче говоря, формула E равняется mc квадрат hn и kt. Это есть уравнение состояния вот для указанной системы уравнений. И подставляя сюда температуру фонового излучения, как вот было сделано в одной из работ, как у меня в 96-м году, мы получаем массу частиц эфира в виде классического диполя, масса, которая есть 3 на 10 минус 4 электрон вольта, и заряд этого диполя 5 на 10 минус 25 кулона. И тем самым наличие заряда мы можем провести оценку поляризации пространства, экранирования пространства и рассмотреть распределение потенциала для сферического и цимметрического случая. Вот здесь представлено, вот указано распределение именно с экранированием пространства. Но экранирование пространства и поляризация, она хорошо известны эффекты. Охуник, физик элементарных частиц, пишет электрон, поляризуя вакуум, как бы притягивает к себе виртуальные позитроны, отталкивает виртуальные электроны. В данном случае никакой виртуальности вводить не надо, а реальные эфирные частицы, как диполи, они именно проводят указанную поляризацию. И шуба, известная шуба электрона, это и есть экранировка электрического заряда электрона, электрон-позитрон фотонным углом. Известные подходы, широко используемые в данном случае. Очень важно, я упоминал ток смещения, который приводит в стационарном случае к потенциалу смещения. Но из закона Ампера, если я рассмотрю заряд конденсатора в данном случае, то используя площадь С, охватывающую данный ток вне конденсатора, мы получаем действительно закон Ньютона, который нам определяет магнитное поле. Но если я эту площадь проведу в середине конденсатора, то введенный максимум ток смещения как раз и есть в этом случае в вакууме, мы видим наличие указанного тока вот в данном случае. Вот здесь представлена и схематически указанная картинка, но когда ток перестает протекать, и мы уже имеем стационарный заряд, то в этом случае стационарный заряд при доличии дополнительно плазмы либо эфира дипольного приводит к тому, что происходит поляризация указанного пространства и наличие действительно дебаевского экранирования. Вот этот момент еще раз я хотел бы пояснить. Уже используют классические книги по теории плазмы. Вот книга Смирнова «Физика слабоионизованного газа». Я взял оттуда вот эту картинку, вот левая картинка. Это когда у меня с этой стороны отрицательный заряд, с этой стороны положительный заряд. И при наличии плазмы внутри конденсатора мы имеем вот такую экранировку. И вот два дебаевских радиуса именно показывают экранировку положительного и отрицательного заряда в конденсаторе. И в данном случае мы имеем вот радиус, легко считается, вот он дебаев-дюкеля, радиус, который определяется по концентрации плазмы и заряду плазмы. Вот это стандартная задачка для гидродинамики плазмы. Мы хорошо ее знаем, хорошо считаем и везде ее используем. Ну так вот, если мы с вами используем тот же самый подход, но будем рассматривать заряды положительные, то есть две пластины положительно заряженные, и введем сюда либо плазму, либо вот тот эфир с диполями, который позволяет проводить поляризацию, то мы с вами получаем поляризацию с двух сторон, получаем и слева, и справа. И у нас два положительных заряда поляризуются, и мы получаем опять-таки то же самое силовое взаимодействие типа Ньютона, либо Кулона для двух дополнительных зарядов. То есть наличие поляризованного пространства, наличие потенциала смещения мне объединяет закон Кулона с законом Ньютона для гравитации. Ну вот я еще раз хотел бы возвратиться, что используемое вот это уравнение, мне позволяет построить экранирование электрона, экранирование протона, ну и перейти, так сказать, к более таким сложным вещам, сложным моделям, вот лития в частности, и получить с помощью указанного экранирования структуру указанных вещей. То есть закон Кулона, он переходит четко в закон Ньютона, закон Ньютона при наличии указанного экранирования. И очень интересный момент в том, что можно четко определить, не противоречит ли указанное экранирование вообще, ну хотя бы тем процессам, которые идут на Земле. Вот я могу с помощью отношения постоянной Ньютона, гравитационной постоянной, вот к электрической постоянной, вот эпсилон ноли, если я его возьму в системе координат Си, то мы имеем вот такую пропорциональность, что барионный заряд барионной материи, он пропорционален именно массе барионной материи вот с указанным коэффициентом. Но надо отметить, что эту формулу, так сказать, писали и раньше. И вот мне одновременно удалось обнаружить, что в работе Рыкова Анатолия Васильевича указанная формула также была выписана. И он показал, что наличие вот заряда у барионной материи приводит вот такого заряда для частности для нашей Земли, ну вот к наличию магнитного поля Земли порядка 0,5 астета, либо порядка 40 ампер на метр. То есть это, так сказать, вещи хорошо были известны. И такие оценки по аналогии закона Кулона и закона Ньютона вот проводились в частности и ранее. Вот я цитирую работу Рыкова Анатолия Васильевича, который сначала в Санкт-Петербурге работал. По-моему, сейчас он переехал в Москву и работает в Институте физики Земли, Академии наук. Но вот его теория гравитации тоже основана примерно на таких электромагнитных вещах, но для замыкания он не использует поляризацию пространства, а он использует эфир с потоками электромагнитной индукции, ну с магнитными потоками. Ну вот на примере того, как используются потоки и вот у монографии Пучкова и Зайцева. Ну вот здесь как раз еще на английском языке изложены те же пункты, которые на одном из первых слайдов изложил. И в частности вот некоторые моменты опубликованы, вот были в 2012 году и в этом году опубликованы монографии закона сохранения в современной физике с техническими приложениями, которая вышла вот в этом году. Еще раз разрешите мне остановиться на том, как получается основное уравнение данной электродинамической теории гравитации, опять-таки приравнивая потенциал, градиент потенциала, градиенту давления, уравнение гидродинамики заряженной среды для отрицательных положительных зарядов и подставляя затем в уравнение Пуассона плотности, ну концентрацию положительных отрицательных зарядов, мы с помощью закона состояния, уравнения состояния, приходим от этого уравнения, приходим вот к этому общему уравнению для закона Кулона и для закона Ньютона, гравитации. При этом, когда я выхожу за радиус экранирования, за Дебаевский радиус выхожу, то фактически вот этот синус, благодаря тому, что в числителе стоит разность одинаковых величин, стремится к нулю и фактически равен нулю. Поэтому, если я выхожу за экранированные слои у Земли, либо слои там у плоскостей, выйду за экранированные слои, я получаю просто либо закон Кулона, либо закон Ньютона. Ну и вот в этом случае вот опять-таки показано экранирование Земли, и вот для каденциата Терми тоже некоторые расчеты приведены. Мне важно показать еще, почему при объединении, если я буду рассматривать взаимодействие с помощью указанного уравнения протона и электрона, вот здесь показаны одинаковые антисимметричные заряды протона и электрона, то в начале координат я вижу как раз нескомпенсированный заряд. То есть, если я учту форму протона и точечный заряд электрона, и просчитаю решение указанного уравнения, из-за того нескомпенсированного заряда, о котором шла речь на первом, на втором слайде, мы вот получаем в начале координат вот эту величину расчетную нескомпенсированного заряда, которая и лежит в основе указанной электродинамической теории гравитации. Вот, ну, еще раз я возвращаюсь, что переход стандартной формулы для взаимодействия двух противоположно заряженных пластин конденсатора при наличии указанного дебаевского экранирования мне переводит закон Кулонов в закон Ньютона, когда одинаково заряжены указанные пластины. Ну, и при этом вот обязательно мы рассматриваем эфир с массой частицы 5 на 10, ну, 5,6 на 10 минус 40. Вот очень интересно, я отмечу момент, что так как я рассматриваю деполь как двухатомный газ, то у меня показатели адиобаты, ну, естественно, равен, как и для излучения, 4 третьих. Но если я возьму одноатомный газ, я получаю показатели адиобаты 5 третьих, опять-таки, как вот в хорошо известной монографии Бычкова и Зайцева сделано. То есть, если я возьму показатели адиобаты 5 третьих, то я получу как раз 6 с лишним, так 6,7 на 10 минус 40, ту массу частицы эфира, которая указана в монографии Бычкова и Зайцева. Ну, вот я рассматриваю в своей работе, что вот эти частицы эфира являются диполями, диполями и легко определяется заряд указанного в диполе 5 на 10 минус 29 улона. То есть, видите, что такой подход к эфиру с температурой 2,735 Кельвина, ну, широко используется. А здесь скорость света просто стоит из-за соотношения, уравнения состояния. Ну, вот в основном для стационарного случая было продемонстрировано поле около Земли, поле вот для батута, когда две гири находятся, ну, и поле для протона, электрона. Но если я буду рассматривать нестационарный процесс, то должен я рассмотреть также и наличие продольной составляющей у электромагнитного поля. И тогда расширенное уравнение Максвелла имеет вот такой вид. Это вот два уравнения как бы отвечают законам сохранения. Масса – это два законного сохранения энергии, но линеаризованные. И вот мы видим, что в данном случае просто оценка концентрации внутри протона получается 10,57 внутри протона. И если я рассмотрю число в протоне, то мы получаем с вами вот давление внутри протона, которое оказалось замеренным и качественно совпало с тем, что находится. Перехожу к точным решениям. Мы можем на основе вот такой гидродинамической теории плазмы построить точные решения. И они были и уже докладывались на семинарии и Самсоненко, и Бычкова. Поэтому я только покажу, что я могу и зайти в черную дыру, и выйти из черной дыры. В данном случае просто использую точное решение при наличии такого гравитационного поля. И в этом случае выходу из черной дыры космической струи движение отвечает по данной сепаратрисе. И мы получаем в данном случае истечение струи. И вот расчет такой струи из центра квазера показано на данном случае. Просто это методом сквозного счета мы считаем спокойно, так сказать, сверхсветовые струи. Теперь падение в черную дыру. Это симметрично совершенно находится точка ниже оси абсцисс. И в данном случае уже движение в черную дыру происходит через третью точку особую, которая находится симметрично. И мы имеем точное решение для частиц, которые переходят в черную дыру. И в данном случае у нас любой квазер работает по циклу Брайтона. Здесь идет в диске галактики идет сжатие, потом переход в черную дыру, где подводится энергия. И струи, известные струи, для которых даже составлены атласы из черных дыр, с таким расчетом. Вот сейчас здесь численный расчет струи из квазера М87 представлено. То есть точное решение, так как они уже докладывались на семинаре Бычцова и Самсоненко. И также я вот на прошлой неделе на магнитной гидродинамике докладывал, на магнитной плазмодинамике в Институте высоких температур тоже был вебинар. То есть здесь я не буду останавливаться вот на указанном точном решении, которое четко построено и опубликовано. Ну и теперь я несколько ссылок покажу. Вот в 98-м году физической мысли России в первом номере как раз была опубликована эта модель эфира, где вот представлено для показателя Адиабата 4,3 расчет частицы эфира. Ну как раз полная аналогия вот с Бычковым и Зайцем. Еще раз повторяю, мне очень нравится их книга. Вот эта статья была об аналогии между газономическими и электродинамическими моделями. Но надо отметить, что удалось опубликовать сначала в зданиях Академии наук математической, это в 98-м году, а уже в 2000-м году на семинаре по темной материи и темной энергии, который в Калифорнии состоялся, была доложена статья и доклад, точная теория, значит, аккуратная теория темной материи, вот с точными решениями. Вот здесь представлена эта аннотация. То есть это опубликовано было уже, так сказать, ну 20 с лишним лет назад по теории эфира. А вот гравитационная электродинамическая теория здесь доложена, как бы вот второй доклад на престижном семинаре Клима Узбитлепина мной делается. Ну вот опубликованы в частности... Вот элементы газовой динамики диспергирующей среды, где здесь точное решение. Они как раз опираются на книгу Карпмана для нелегенных волн в плазме и диспергирующих средах. И докладывались вот на семинаре Владимира Ивановича Карпмана еще в 80-е годы. Так что это все было хорошо опубликовано. Но что позволяет данная теория как бы ее, так сказать, более в широком плане рассмотреть? В этом случае в зависимости от концентрации мы можем как бы объединить силовые поля, которые есть на Земле. И вот здесь в этом случае кронирование дубаевским радиусом равно 86 километров. Концентрация в этом случае частиц указанной темной материи эфира здесь представлена. Вот обратите внимание, для сильного взаимодействия в протоне в этом случае дубаевский радиус равен 10 минус 17, а 10 в 57 это как раз есть величина концентрации для протона. И если я умножу на постоянную Больцмана 10 минус 23, я получаю именно давление протона 10 в 35. Но также можно получить концентрацию для электрослабого взаимодействия при распаде нейтрона. Здесь показана концентрация 10 в 43 и дубаевский радиус. Ну а для электромагнитного взаимодействия в некомпенсированной среде, то есть в свободном вакууме, я также расчет привожу, концентрация в свободном вакууме при температуре 3 градуса равна 10 в 13, а дубаевский радиус примерно 3000 километров. То есть здесь полностью позволяет указанная теория как бы силовые поля рассчитать для всех величин. Причем магнитное поле четко соответствует вот этой концентрации заряженных частиц. Или для протона тоже эксперимент подтвержден уже в данном случае. Ну и вот можно приводить также и для слабого взаимодействия, сильного взаимодействия соответствуют цифры. Ну качественно, вот то, что было 21 апреля опубликовано этого года, это качественно, как раз электромагнитное взаимодействие и распределение потенциала отвечает под указанной концентрацией для электрона. Ну и разрешите, я вот несколько здесь укажу еще ссылок на работы. Их не будем мы здесь цитировать, их можно будет увидеть затем. И основное заключение, что фундаментальные законы Ньютона и Кулона являются следствием единого закона, который для уравнения потенциала для силового поля Фи представляется вот единым уравнением. Но, однако, при этом необходимо вводить эфир с температурой 3 градуса в виде диполии, которые позволяют проводить поляризацию пространства. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Яковлевич. Друзья, ну вот, как у нас принято, нужно поднимать руки для того, чтобы задать вопросы. Вот первый я вижу, да, вот начали появляться вопросы. Спасибо, Михаил Яковлевич, что вы убрали свою презентацию. Ну, пока всего два желающих. Пожалуйста, Савинков, ваш вопрос. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Вот, согласно вашей теории, у нас закон всемирного тяготения работает в пределах гибаевского радиуса Земли. Я правильно вас понял? Нет, не так. Он работает везде. Закон всемирного тяготения работает везде. Однако, в центре Земли, если мы возьмем часть Земли, то есть не выйдем на величину общую, там, 6 тысяч километров, не выйдем, то в данном случае у нас есть распределение потенциала, распределение плотности. И только на границе Земли у меня есть 86 километров, 86 километров Дебаевского радиуса для всей Земли. 86 километров, это не 6 тысяч километров, а очень небольшая часть. 86 километров. И если я буду замерять интенсивность поля внутри Земли, она будет меньше. То есть силовое взаимодействие будет несколько отличаться за счет правой части в уравнении Пуассона. Но если я выхожу за этот Дебаевский радиус, правая часть уравнения Пуассона, два синус гиперболических из-за разности экспонентов числителей, становится практически близким к нулю. И у меня переходит это уравнение в стандартное уравнение для потенциала. Нет, с уравнениями, Михаил Викторович, я все понял. Значит, теперь 86 километров от поверхности Земли у вас перестает работать. Ну, внутрь можно уйти с Земли. Не-не, ну пусть вы же сказали, что над поверхностью. Пусть мы ушли над поверхностью. У вас же получается из вашей теории электростатические силы равны гравитационному взаимодействию. Так, 86 километров над поверхностью, они у вас, Дебаевский радиус, они у вас перестают работать. Вы неправильно поняли. Они не равны. То есть электрические силы не равны гравитационному взаимодействию. Это совершенно разное взаимодействие. Просто я имею заряд Земли, ненулевой заряд барионной материи. При вращении Земли этот заряд дает магнитное поле. Но вот этот заряд, этот заряд, когда именно он экранируется Дебаевским радиусом 86 километров, эти 86 километров либо до поверхности Земли, либо после поверхности Земли несут. Где-то в окрестности поверхности Земли, так вот, я уже в окрестности поверхности Земли получаю нулевую величину правой части и получаю четко закон пулона с данной гравитационной постоянной. У меня тогда совсем простенький вопрос. А что же такое заряд в физическом смысле? Что заряд так и есть, это электрический заряд. Это электрический заряд. Еще раз, здесь заряд масса, масса Земли, как она была, так и есть. Я приводил ее в величину 10 в соответствующей степени. Это масса Земли. И она определяет закон Ньютона гравитации. При этом закон обратных квадратов имеет пропорциональность гравитационную постоянную. Михаил Яковлевич, прошу прощения, я понимаю, что вы хотите, у нас все физики мыслят математическими образами. Я прошу физику. Физику показываю, что дополнительно, если я беру массу Земли, я обязан использовать закон Ньютона и поставить в массу Земли гравитационную постоянно. И имею 9,8 в протяжении свободного падения. Ускорение свободного падения. Стандартно. Это никуда не проходит. Но наряду с этим Земля одновременно имеет и кулоновский заряд. Кулоновский заряд тоже был мной приведен. Я могу вернуться и показать лично кулоновский заряд. Вот этот кулоновский заряд, он экранируется, дебаевским радиусом экранируется. И мы получаем в этом случае уже можем рассчитать силовую величину, силовую функцию, потенциал уже и по закону кулона. Но при этом я должен поставить именно в закон кулона знаменателе эпсилон нулевое. То есть проницаемость вакуума обязан поставить. То есть свою константу в закон кулона. Надо обязательно свои константы ставить. Закон Ньютона в свою константу, в закон кулона в свою константу. Михаил Яковлевич, природа не знает ничего о ваших математических способностях. Природа знает силу. Я спрошу все-таки объяснить в физическом смысле, почему притягиваются или отталкиваются два заряда? В физическом смысле. Ну физическом смысле. Да, вот у нас этот заряд был 244 года назад, было введено понятие заряда. Сказано, что одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются. Я хочу понять, что такое заряд в физическом смысле, что отталкивает, а что притягивает. В физическом смысле формул не надо. Я прекрасно знаю, что вы хороший математик. Значит, если мы не понимаем в физическом смысле, что такое, почему заряды притягиваются, а почему отталкиваются, то все вот эти вычисления формул, это всего лишь в вашей голове, в вашем компьютере. А вот как объяснить, почему заряды отталкиваются? Что такое заряд? Как представляете? Михаил Яковлевич, вот тут началась дискуссия уже, подождите, я тут... Давай, это же вопрос, это не дискуссия. Михаил Яковлевич, я хочу вклиниться в этот разговор. Геннадий Савинков, вы задали свой вопрос, Михаил Яковлевич как мог на него ответил. Я просто хочу обратить внимание всех присутствующих из Савинков в том числе, что Михаил Яковлевич обращает внимание в своем докладе, он это уже многие годы делает, что закон распределения потенциала от земли отличается от общепринятого, типа как закон кулона мы обычно воспринимаем, наличием еще одного члена правой части. Вот этому посвящено. И обращает внимание, что когда отойдем достаточно далеко, например, для земли, то эти два закона сравниваются, но он совершенно не говорит о том, что это одно и то же. Вот как я его понимаю. Но, Геннадий, вы уже два или три вопроса задали. Ну, хорошо. У меня есть много вопросов. Я готов ответить на все вопросы. Давайте, Михаил Яковлевич, там кто-то еще подоим. В том числе на те, конечно. Тем более вы поднимаете столь фундаментальные вопросы, которые также остались без внимания у Ньютона и у Кулона остались. Хорошо, я вам отвечу. Михаил Яковлевич, это же дискуссия. Ну, хорошо. Дискуссию здесь не хочу затевать, иначе мы... Ну, что притягивает? Что тянет? Михаил Яковлевич, секундочку. Услышьте меня, пожалуйста. Да. Услышьте меня, пожалуйста. Я хочу вот на этом дискуссию с Савинковым остановить. И Геннадия попрошу, он может высказать, потому что ваши вопросы – это, по сути дела, ваше выступление. И вы еще раз можете выступить уже. Хорошо. Ну, выступление – все-таки вопрос интересный. Автор может ответить? Я бы с удовольствием послушал. Для Батута все очень просто. Аналогию я могу провести и для закона Кулона, и для закона Ньютона. Это мы с вами вернемся к этому вопросу. Хорошо. Спасибо, Михаил Яковлевич. Спасибо вам за тот ответ, который вы дали. Спасибо, Геннадий, за вопросы. Сможете комментарий дать? Егоров задает вопрос. Здравствуйте. Михаил Яковлевич, вот вы там в контексте упомянули про некоторые, ну, судя по всему, частицы или их какие-то образования, которые несколько превышают скорость света. Да. Вот в этой части могли бы пояснить, то есть из каких уравнений вот это превышение следует? Да. И в какой форме, это я поясню, значит, просто-напросто тот же самый Тесла использовал в своих расчетах, так сказать, скорости больше, скорости света, и они вот у меня из моих уравнений, из моих подходов, они просто-напросто получаются. Такие же, как и Тесла. Правильно, я объясню. А у вас вот этот вот момент, поясните, пожалуйста. Три закона сохранения массы, импульса и энергии с уравнением состояния, которое я приводил, мне дают решение как для дозвуковых течений, так и для сверхзвуковых течений. Переход через звук я могу осуществить с помощью сопла лаваля, стандартным образом, что используется в технике уже в течение 100 лет. Все понятно, все понятно, то есть по аналогии, так сказать, с переходом, так сказать, с дозвуковой, с сверхзвуковой, в рамках гидродинамики на въезд токса. Нет, даже Эйлера, это Эйлер. Даже можно Эйлера, да. И вот здесь у вас гиперболический синус используется, то есть, по-моему, это прямая ассоциация с гиперболическим аналогом электромагнитных полей Дмитрия Павлова. Ну, не буду я сказать это. То есть, вы Павловских работ, наверное, не знаете или не видели? Я не знаком с этими работами. Все, спасибо большое. Спасибо, вопрос и ответы интересные. Так, теперь, значит, вот Никитин задает вопрос. Александр, пожалуйста. Михаил Яковлевич, ну, конечно, несколько вопросов есть, но краткие я постараюсь. Ну, во-первых, тихотение, это же притяжение. Можете, я прохлопал, а у вас есть формула? Сила притяжения двух тел равна тому-то, тому-то. Да, конечно, есть. Есть она в тексте, да? Да, потенциал, градиент потенциала умножен на массу. То есть, сила F равняется. Ведь, как пишет законодательство, понятно, да. Масса умножить на второе слага, градиент потенциала. Да, ну, вы, конечно, считаете, что масса у вас постоянная, но масса же меняется, скажем, в замкнутом пространстве. Даже вот, да, и пусть сохраняется, но масса-то меняется. Нет, подождите, вы раз задали вопрос две массы. Я взял эти массы, показал, что эта сила четко следует из этого равнения. Ну, это и есть закон. Хорошо. Ну, и еще второе. Эфир, вы считаете, что тяготение передается через эфир, который состоит из частиц. Ну, видимо, частицы имеют тоже массу, да, вы привели там. Он, значит, раз имеют массу, они, это механика, механические свойства имеют. И как вы считаете, через эфир вот эта сила тяготения, как она передается? Есть два силовых поля. Одно силовое поле – это градиент потенциала, ясно. Какого? Электрического? Электрического или электрического? Да, это электрического потенциала, это уравнение максимума, фактически, которое для свободного пространства. Вот вам передача полей электрических. Но дополнительно, раз я ввожу материальный эфир, телесный эфир, который имеет свое давление, P равняется НКТ, температура эфира известна, 3 градуса, плотность эфира известна, потому что плотность среды 10-29 всего нашего мегагалактики известна также, то по уравнению состояния P равняется НКТ, я имею и давление. А вот градиент давления – это второе силовое поле, второе силовое поле, которое и обеспечивает, вот ответ также на первое, что притягивает тела в законе Ньютона. Вот это величина давления и притягивает тела. Вот я одновременно отсылаю к первому задающему вопросу. Насколько я понимаю, материя создает гравитационный потенциал сейчас по закону Ньютона, но электродинамика создает электродинамический потенциал. Вы что, складываете и вы их видите? Нет, если я пишу уравнение гидродинамики плазмы, пишу, в котором в правой части стоит и градиент давления, и градиент потенциала, градиент электрического потенциала, то в стационарном случае исчезают все члены с движением, со скоростью, а остаются, как в стандартном случае, для стандартной электростатики, два значения, два градиента, и их приравнивание показывает, что единое силовое поле, которое обеспечивается двумя градиентами. Вот это правая часть. Вы это просто складываете, что ли? Вот как это? Они просто взаимодействуют. В одном уравнении, в уравнении импульса, эти два слагаемых присутствуют. Это два силовых поля. Ну как все, у вас может лопатка турбина действовать, и можешь давление действовать. Но всегда, если у вас есть дополнительное воздействие, либо электрическое давление, ну как в физике плазмы, это физика плазмы. Есть давление, есть заряд. Все, этого достаточно мне. Спасибо. Непонятно, но спасибо. Ну плазму. Вы в плазме не будете отрицать наличие давления. Михаил Яковлевич, ответ был. Спасибо Никитину. Николай Магнитский, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, Михаил Яковлевич. У меня тут два вопроса. Добрый день, да. Первый. Как у вас получается из эфира, так сказать, элементарные частицы материи? Электрон, протон, нейтрон, так сказать. Что это такое? Как они образуются? Каким образом у них заряд получается? Масса? Значит, ну и другие характеристики. Это первый вопрос. И второй вопрос у вас, гравитация направлена, то есть это притяжение или же что-то другое? Или как у Ньютона, притяжение. Два тела притягиваются или же другой процесс происходит? Нет, притягиваются. Именно два барионных тела притягиваются четко. Я тогда отвечаю на ваш второй вопрос. Именно притяжение, закон Ньютона, закон притяжения, два барионных тела притягиваются с помощью вот этих силовых полей, суммарного силового поля потенциала электрического и поля давления эфира. Ну понятно. Это именно притяжение. Я потом в комментариях скажу по этому поводу. Теперь второй вопрос. Как образуются элементарные частицы? Это изменение концентрации частиц при сильном гравитационном, в данном случае действуют электрические поля. И у меня в электроне концентрация указанных частиц эфира 10 в 33 степени, ну порядок, а в протоне концентрация 10 в 57 степени, именно в центре протона. И это дает давление протона. Водится к физической сущности, что такое заряд. Вы говорите, действуют электрические поля, но для этого надо определить, что такое заряд, который создает там эти поля. Электроны имеют заряд, протоны имеют заряд. То есть у них разного знака. Во-первых, почему разного знака? На что на это влияет? И что такое вообще заряд? Ну вот видите, мы опять сводимся к первому вопросу. Вообще, что такое заряд? Что такое знак заряда? Вы знаете, это общий вопрос. Вы на него отвечаете в своей теории или нет? Нет, это теория. Эта теория позволяет рассчитать любые гравитационные поля любого количества тел при наличии вот именно данного эфира, который рассматривается. Это эфиродинамическая, электродинамическая теория гравитации. То есть фактически у вас заряд определяется количеством частиц эфира внутри? Да, потому что гиполь имеет свой заряд, я его приводил. 5 на 10 минус 29 – это величина заряда гиполя. Ну плюс-минус, ясно. В сумме он нулевой. Спасибо. Это вот именно заряд. То есть постулируется наличие указанного заряда. Он есть. Сложение этих зарядов дает мне суммарный заряд протона и суммарный заряд электрона. Спасибо, Магнит. Опять-таки, почему диполь притягивает, почему он имеет заряд? Извините, это пока вне рассмотрения данной работы. А вот тогда еще, можно еще такой небольшой вопрос? Значит, все-таки гравитация направлена в одну сторону, а электростатика, значит, в разное. Могут как притягиваться, так и отталкиваться. Вот это чем вы объясняете? Если у вас практически… Нет, то, что это есть, это факт. Это действительно факт, что разноименные заряды притягиваются, и поэтому каждый диполь, рассматривая мною, есть именно такая стационарная структура, диполь, который разрушается только в том случае, если два сильных протона сталкиваются, и возникает электрон-позитронная масса, вот как на ускорителях таких мощностей. Мы же, мы же в данном случае пробирование электрона и протона получаем только за счет концентрации, за счет концентрации и рассматриваем уже суммарную структуру протона со своей концентрацией, электрона со своей концентрацией. А заряд это связан с зарядом диполь. Николай, спасибо за вопрос. Я просто хочу сказать, что Михаил Яковлевич, он предписывает частицам, ну, грубо говоря, три свойства. Частицам эфира три свойства. Первое свойство – это масса, второе свойство – это количество положительного электричества, и третье свойство – количество отрицательного электричества. Он это предписывает. И оттуда у него, суммируя вот эти обстоятельства через уравнение гидродинамики, он получает уже другие свойства. Но вот эти три свойства, они им предписываются. Годин задает в отряд. Михаил Яковлевич, спасибо за доклад, за вашу интересную точку зрения. Вот вы говорите о нескомпенсированном положительном заряде у тела, испаренной матери. Нейтрона, можно сказать, да. Нейтрон имеет нескомпенсированный заряд. Да, а вот, скажем, отрицательный заряд-то может быть? Ну, пока в силу структуры протона и нейтрона расчет показывается на положительном заряде. Окей, тогда мне поясните, пожалуйста, это вот статика или это какая-то динамика? Нет, чистая статика. Это чистая статика. Понятно. Вот вы рассматриваете эфир как некий газ. Да. Этот газ может втекать в массивные тела? Ну, он до того миниатюрен. Размер вот этого диполя 10 минус 29 метра. Он может втекать, да. Ну, то есть, если я имею какое-то массивное тело, я имею постоянный приток газа туда. Ну, если соответствующие силовые поля, это обеспечивает. Ну, как? У вас есть масса, да. У вас есть эти силовые поля, так понимаю, они всегда присутствуют. Ну, так все. Но они могут быть скомпенсированы. И если нет направленного силового поля, то у вас втечения не будет. Ну, как в гидродинамике. Если у вас нет градиента давления, у вас втечения нет. У вас постоянно же присутствует этот градиент. У вас есть масса. Нет, вы бы не правы. Ну, извините. Вы противоречите газовой динамике. Пожалуйста, воздух имеет массу. Вы на том, что рассказывали про гравитацию. Я так понимаю, что гравитация есть всегда в обременной материи. Да, и у вас газ втягивается в эти тела, скажем, в ту же землю. Ну, подождите, в воздухе, в атмосфере гравитации есть? У вас атмосфера спокойна? Куда она втекает? Ну, извините, здесь есть давление все-таки газа. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Ну, вот и все. Вот ваш ответ на ваш вопрос. Ну, хорошо, принимается. Принимается. И еще чисто практический вопрос. Вы думали о том, как можно управлять этой гравитацией? Можно ли построить технические устройства? Нет, не думаю. Ваша теория. Вы знаете, я пока не буду измышлять. Нет, я думал, естественно, конечно. Но пока гипотезы высказывать не обоснованных не буду. Ну, хорошо, спасибо. Вот то, что обосновано математикой, я вот вам высказал в своем докладе. Это обосновано математикой. Ну, отсюда я пока не вижу, как можно управлять гравитацией. Ну, давайте думать вместе. Я согласен на это. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо Годину. Спасибо Годину. Вопрос, кстати, его очень важен, потому что я не очень удовлетворен, честно говоря, ответом. И я поддерживаю этот вопрос, потому что наверняка получится и так, что необходимо течение внутрь или из протона, или из электрона. Это, скорее всего, так будет. Такого равновесного состояния, о котором мы сейчас говорим, скорее всего, в реальности не должно быть. Распад нейтрона как раз... Видимо, оно есть. Но это мой комментарий. И я потом чуть-чуть скажу. Николай, секундочку, у нас тут много еще народа, желающих с вами пообщаться. Вот, Филипп Иванович Васильевна, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Я хотел задать простой вопрос. Чему равен заряд Земли? На какой высоте он поляризуется? И какой его знак по вашим расчетам? Вы знаете, надо вернуться к слайдам. Там конкретно указано на слайде заряд суммарной Земли. Вычислен. И на последнем слайде указано 86 километров именно слой поляризованного, ну, добавив стиратель. То есть, это в воздухе, да, в ионосфере где-то? Нет, нет, нет. Это можно на границе Земли. Если я Землю рассматриваю как шар... То есть, вы не пинкетизируете, да? Ну, конечно, но я могу их в расчете доставлять. А заряд какой у вас? Положительный или отрицательный? Положительный. Положительный. Ну, вообще, вот со времен Ломоносова вроде бы как он отрицательный. Ну, это, в общем-то, в данном случае... Вы не смотрели, да? Нет, в данном случае корень квадратный, который стоит перед отношением g к k, ну, к эпсилу нулевое, он, корень, имеет решение плюс-минус. Поэтому, имея с точки зрения математики, справедливо и то, и другое утверждение. Но по расчету нескомпенсированного потенциала, по расчету, там оказывается положительный вариант. Но это, я говорю, модель нескомпенсированного потенциала. Ну, для нейтрона. Вот обратите внимание, нейтрон, когда образуется, он имеет нескомпенсированный заряд. Тем самым получается дефект массы дополнительный у нейтрона, лишняя масса нейтрона, но которая в виде антинейтрина при распаде нейтрона исчезает. Ну, вот это как раз... Это мы уходим в сторону от вопроса высекала, он очень важен. Филипп Иванович, еще что-то есть у вас спросить? Ну, вообще, вот если положительный заряд у вас и вращение, то магнитное поле вам будет определенное направление. Это было бы интересно, если бы вы все это посмотрели, совпадает оно или не совпадает. Магнитное поле известно Земле. Если заряд есть избыточный и вы вращаете, то у вас получается магнитное поле происходит, генерация. Я как раз тоже занимался этими задачами. Вот в связи с просто... Если вы сжимаете вещество, то длина волны Дебройля у электрона чуть больше, чем ядра. И тогда у вас получается, что поляризация минус, а в середине плюс. И если вы вращаете такую структуру, то у вас получается генерация магнитного поля. Ну, как правило, это все выбрасывается в астрофизике. Ну, и хорошо, что вы этими вопросами заинтересовались. Это четко можно посмотреть. И это смотрел Рыков Анатолий Васильевич в своей работе 2012 года. Самое интересное, что у меня тоже 2012 года именно на эту тему работаю. А вы знакомы с работой Рыкова? Нет, вот если бы вы мне их выслали, ну, я не знаю, либо вы электронный адрес даете, так сказать. Хорошо, я могу указать вам работу Рыкова. Да, ссылки вы найдете. Я его приглашал. А лучше было бы, если бы вы их прислали бы как-то. Хорошо. Я, Михаил Яковлевич, вышлю координаты Филиппа. Вышлю, Михаил Яковлевич. Сможете объяснить. Хорошо. Это очень интересно. Может быть, мы тогда что-то там и договорились. Работу Рыкова я вам пришлю. Спасибо большое. Она у вас есть, да? Да, есть она у меня. Я хочу сказать, что Филипп Иванович обратил внимание на то, что, вот скажем, по Фейнману, и это раньше было известно хорошо, что потенциал около поверхности Земли таков, что Земля заряжена отрицательно. Но он вот сейчас говорил в своих комментариях, что он чувствовал, чувствует в своих каких-то ранних работах, что внутри может быть все наоборот. Земля заряжена наоборот положительно. Поэтому вот то, о чем сейчас это и заинтересовало его в докладе сегодняшнем. Бойлин, Игорь, задает вопрос. Добрый вечер. У меня вообще целая куча вопросов. Гравитация очень старая. По одному, Игорь. Давайте по одному. Старая проблема. И масса нерешенных проблем в ней есть. Причем проблем не теоретических, а экспериментальных. И мне почему-то кажется, я массово слушался и к теории гравитационных современных, что современные теории, они как раз должны и разрешить эти проблемы. Потому что в чем новизна теории? Она должна быть в том, что надо решить проблемы, которые остались от старых. Вопрос, пожалуйста. Это не выступление. Вот вопрос. Вот несколько проблем. Старая античная проблема. Движение Луны. Значит, так и не удалось описать движение Луны с помощью механики Ньютона. Существует большой эмпирический член в разложении долготы Луны. Вот если бы ваша теория теоретически обосновала этот член, вот это было бы круто. Вторая проблема. Непостоянство гравитационной постоянной. Об этом лучшее работа есть. Если бы вы тоже это объяснили, тоже было бы круто очень. Игорь, Игорь Буйнен. У меня просьба задавать вопросы по очереди. Вот у меня еще два вопроса есть. Зададите, да. Про Луну. Это пожелания больше были, да. Так, это не вопрос. Игорь, следующее. Нет, понимаете, а в чем новизна вашей теории? Вы говорите, новая теория. Ну хорошо, вы получили закон обратных квадратов. Ну а что в этом нового? Ничего там нового нет. Теперь вот вы закончили про черные дыры. Значит, есть такая профессор Лаура Марсини в Америке. Игорь Буйнен. Она писала несколько работ. Выступление, а вопрос, пожалуйста. Выступайте. Значит, она писала несколько работ. И там с помощью излучения Хокинга доказывают, что черные дыры вообще не могут образовываться. Она сама релятивистка. Понимаете, сами релятивисты уже отказываются от этого научного фейка. А вы его продолжаете поддерживать с помощью теории эфира. Объясните, пожалуйста, зачем вам это нужно? Я сейчас не понимаю. Вы не совсем, так сказать, описали реальную ситуацию. Обратите внимание по поводу последних работ этого года по черным дырам, особенно по квазеру М87, где чуть ли не каждый выпуск астрофизического журнала приводятся конкретные данные по черной дыре и по той струе, которая оттуда вытекает. Вот вы посмотрите экспериментальные данные. Вы мне назвали теорию соответствующих ученых. Посмотрите эксперимент, который есть. И убедитесь, что в космосе есть сверхсветовые струи, которые сейчас зарегистрированы из составленной атласы. Это не вызывает у астрофизиков пока сомнений. Вы верите, что существует гравитационная волна? Нет, это уже, извините, вопрос другой. Вы спросите... Это вопрос тот же самый. Знаете, как это получен был результат с помощью подгонки многих параметров? Вы говорите, вот экспериментальный результат. Он просто обработан специальным математическим аппаратом и вам предложен. Мы нашли гравитационные волны. Но это же фейк. Чистый фейк. Еще одна проблема. Проблема скорости распространения гравитации, про которую писал еще Лаплас. Что скорость распространения гравитации намного порядка выше скорости света. Скорость распространения электромагнитных возмущений – скорость света. Вот как у вашей теории вот это сопрягается? И вы вообще на эту тему думали? Значит, ну конкретно. По черным дырам, значит, я рекомендую посмотреть последние статьи по сверхсветовым струям из черных дыр. И снимки черных дыр галактики М-87. Снимки – это фотошоп, скорее всего. Раз. Второе. Что касается гравитационных волн, так как я опираюсь на электродинамику Максвелла и показываю, что в данном случае возмущение распространяется со скоростью света, то в данной теории возмущения, которые есть в частности, это не только электромагнитное возмущение, но и имеющую и продольную составляющую, они имеют скорость света. Это таким образом. Малое возмущение. За такой математикой вы должны понять, что при такой скорости распространения возмущения гравитации, солнечная система давным-давно бы развалилась. И все планеты давным-давно бы улетели в космос. Да нет. Потому что, вы прикиньте, 8 минут идет сигнал, солнце к нам. Игорь Боймин, вы, к сожалению, не понимаете, что вы... Это ваше заблуждение. Это правильно. Вы посчитайте просто. Это ваше заблуждение. А по поводу экспериментов. Вот вы знаете, есть такая проблема еще одна. Это значит... Игорь, я, к сожалению, вынужден был выключить ваш звук, потому что... Это выступление, да. Один там вопрос. Вот, Игорь, Игорь, не обижайтесь. Я сейчас вас включу, просто вы совершенно не слышите меня, ведущего. Я прошу задавать вопрос и получить на него ответ, как понимает докладчик ваш вопрос. А потом, после завершения дискуссии, вы сможете выступить со своими соображениями. Сейчас период задавания вопроса. Вот, пожалуйста, включите звук и задайте свой последний вопрос. Не обижайтесь, пожалуйста. Последний вопрос такой. Значит, мы живем в посткосмическую эпоху. И известны некоторые странные вещи, которые получены с помощью космических аппаратов. Ну, например, вот американцы и японцы пытались посадить на астероиды свои спутники. Подводили их, ну, прям вот, несколько десятков метров. И ничего не выходило. Они сбрасывали туда разных роботов и так далее. Но они не падали под действием гравитации этих астероидов, а улетали в космос. И потом они просто эти, значит, спутники просто гробили об эти астероиды. Они просто включали двигатель и взрывали их там. Так вот, есть некоторые основания. И в том числе еще миссия Кассини, когда они пытались с помощью, значит, это самое, доплероэффекта гравитационного маневра определить массу некоторых спутников Юпитера. И вот тоже ничего не вышло. А это значит, что они не притягивают спутники. И поэтому, возможно, что идея, что именно брионная или какая материя обладает гравитацией, она не совсем правильная. Вот вам известны такие факты? Не задумываясь на эти? Ну, эти факты вы изложили много фактов. Давайте отвечу на ваш конкретный вопрос. Что нового? Нового введена величина градиента давления эфира, которая показывает наличие сил притяжения у брионной материи, имеющей одинаковый, ну, небольшой электрический заряд. Это вот новая. Новая именно правая часть уравнения Лапласа, то есть уравнения Пуассона. Это новая математика, объясняющая физику, наличие газодинамического давления дополнительно с давлением, ну, градиентом электрического потенциала. Это новая. Вот данные работают. Вот. Что касается вот у вашего опять фактически выступления последнего, я на конкретный вопрос. Вы очень много назвали новых данных. Я знаю еще ряд данных, типа парадокса пионеров, допустим, либо то, о чем говорил Зайцев вот в последнем семинаре Климова-Зателепина, что орбита была больше. Вот эти интересные вещи также вписываются в вашу позицию, в ваше выступление. То есть много есть вопросов, нерешенных. Спасибо. Аккультинка не притягивает, понимаете, доказательная материя не притягивает ничего. Что не она причина тяготения. Игорь, Игорь, сейчас вы задаете вопросы, а выступление ваше потом. Савченко задает вот последний он желающий задает вопросы. Может быть, я еще задам. Савченко, пожалуйста. Да, ну, спасибо за вопрос. Ну, спасибо за доклад. Значит, он немножко не такой, как работы Рыкова я читал, но, в принципе, вот интересный. Но сначала я хотел бы, значит, присоединиться к замечательному выступлению Буйлина Игоря, потому что, в принципе, вот такие вопросы и нормальные обсуждения, они должны быть на каждом семинаре. Я интеллигентно молчу обычно, но это вроде как последний семинар, потому что именно они вскрывают суть. Потому что есть нерешенные вопросы, их надо решать, и предлагаемые гипотезы, это еще не теория, они должны хоть как-то на них отвечать. Тогда будет эффект, и мы будем двигаться вперед. Значит, вопрос у меня достаточно простой. Вот есть реликтовое излучение, там известные всем это электромагнитные волны. Не совсем понятно, как докладчик привязал излучение, вот реликтовое, к массе частиц эфира. Все-таки я понимаю, можно формулой там Е равняется КТ и так далее притянуть, но физический смысл радиоволн и массы эфира, он, в общем-то, как-то не очень проглядывается. Хорошо, вопрос понятен. Ответ. В течение последних полувека четко определена температура, ну, давайте электромагнитного излучения, фонового назовем, либо микроволнового излучения, либо вот эфира. Температура известная. Есть температура среды во внешнем пространстве космоса, есть 3 градуса, но 2,735. Есть плотность, есть плотность. Плотность 10 в минус 29. Это общая осредненная плотность именно нашей метагалактики, тоже известно. Если у меня есть плотность и температура, следует отсюда наличие давления. Чисто если вы подходите к излучению, либо к эфиру с точки зрения газовой динамики, ну, излучение тоже имеет постоянную, там, 4 трети постоянную, и давление имеет. То есть, наличие температуры и плотности приводит к давлению, как для излучения, так и для космоса, если там есть эти два параметра. Третий параметр следует по Больцману. Ну, P равняется МКТ формула. Вот. Не совсем понятно, потому что все-таки излучение и масса – это не совсем одно и то же. Есть формулы, но они немножко как по излучению абсолютно темного тела идут. Плюс, значит, вот вы когда берете массу галактики, вы имеете в виду темную массу, массу материи или массу энергии. То есть, какую величину вы берете? Хорошо, уже сейчас достаточно достоверно оценено распределение массы в нашей метагалактике, где барионная материя составляет 4%. По сегодняшней теории темная материя, именно холодная темная материя, составляет 20% и 76% составляет горячая темная материя. Ну, лямбда – член для уравнения Эйнштейна. Так вот, если мы переходим не вот к этим трем составляющим среды, а рассматриваем осредненную, полностью осредненную, то это 10 в минус 29 степени плотность вакуума, общая плотность Вселенной. Здесь же можно, если вы рассматриваете горячую темную материю, то свободный космос, холодную темную материю – это галлогалактик, галлогалактик, где считается 20%, ну, а барионная материя – там 4%, из которых металлы – 1%. Ну, то есть вы просуммировали все, хотя, в общем, темная энергия и темная материя – это еще отдельный вопрос. Так вот, последний вопрос, один маленький, последний. Вот, значит, ну, это, естественно, единица эфира, она обладает там массой, зарядом, еще чем-то. Вот как тогда объяснить, что масса протона и электрона, она разная, а заряд у них один? Вот здесь структура центра протона и электрона разная. Ну, мы знаем размер центра протона, ну, примерно 0,8 на 10 минус 15 метра, а точечность электрона доказана до 10 минус 17 метра. Это данные, ну, как бы общеприняты для вот сегодняшней физики элементарных частиц. И в данном случае вот отличие именно структуры протона и нейтрона, даже геометрически приводит к тому, что даже при одинаковом заряде вот это отличие будет приводить к некоторой нескомпенсированной разности потенциалов. Ну, понятно, то есть, как бы структуру протона мы не знаем, но объяснить можем. Все, спасибо вам большое. Ну, и вы смотрите последние данные, давление внутри протона уже замерено. Ну, я понял. А электроны я вам показал 21 апреля, структура электрона. Ну, спасибо большое. Спасибо, Савченко, за вопросы. Я бы сказал так, что вопросы, оба вопроса не в бровь, а в глаз, что называется. Вот. Ну, и может быть, он там что-то еще прокомментирует потом, когда можно будет чуть позже, через 10 минут, там, через 5 минут, что-то высказаться. Вот Савинков опять хочет что-то сказать, я так понимаю, да? У меня вопрос к вам как к математику. Значит, поскольку вы где-то ставите знак равенства между гравитационным и электромагнитным взаимодействием, то я просто взял справочник и цифры. Разница между гравитационным и электромагнитным взаимодействием 38 порядков. А заряд нейтрона, о котором вы говорите, тут я взял цифру 0337 на 10 минус 20 заряда электрона. То есть, куда-то подевались 18 порядков. Вы не можете это объяснить? Вы не учли экранирование, дебаевское экранирование. Когда вы будете рассматривать полностью задачу с дебаевским экранированием... Минуточку, 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 у вас же не скомпенсированный заряд. У вас не скомпенсированный заряд, вы сами это говорите. Нет, подождите, для каждого протона в соединении с электроном есть не скомпенсированный, получается, заряд. Если я рассматриваю указанную величину, то в данном случае мы имеем дополнительно массу нейтрона, образованного из протона и электрона, превышающую суммарную массу протона и электрона, превышающую. И при распаде нейтрона вот это антинейтрона уносит... Но если они у вас скомпенсированы, откуда у вас взаимодействие? Положительные и отрицательные заряды... Нет, вы сказали, что вот в нейтроне у вас получился избыточный положительный заряд. Это и является причиной гравитационного взаимодействия. А ваша теория на этой идее основана. Но теперь вы говорите, что он экранирован дебаевским радиусом. Я чего-то не понимаю. Мы рассматриваем отдельно протон и электрон. Если рассмотреть их поляризованные пространства и рассчитать по, в частности, той формуле, мы имеем не скомпенсированный заряд у нейтрона, который состоит из протона. Имеем не скомпенсированный заряд. Совершенно верно. Этот дискомпенсированный заряд приводит к тому, что нейтрон себя окружает дополнительным слоем вот этих частиц эфира, которые и есть дефект массы нейтрона. И в случае распада нейтрона вот этот дефект массы дает влучение энергии. Вот та энергия, которая появляется в каждой атмосфере. Может, я всем понял. У меня еще один вопрос. У нас тут уже задавали этот вопрос в электрическом взаимодействии. У нас есть и отталкивание, и притяжение. В гравитационном у нас только притяжение. Насколько правомерно ставить знак равенства между этими двумя взаимодействиями? Можно ли вообще-то тогда в таком случае состыковать эти два подхода? Да, я пока не вижу состыковки. Силы можно состыковать. Если вы в системе СИИ используете силу как нитон, то у вас в правой части есть плазмы и давление, сила и потенциал, градиент потенциала. Пожалуйста, у вас они… Нет, это в ваших уравнениях есть. В любой плазме они есть. Подождите, какая плазма? Этономическая модель плазмы у вас всегда есть и давление, и… Значит, в вашей мере возможно антигравитация, я так понял, или невозможно? Нет, значит, давайте. Вы говорили, что невозможно одновременно действие давления и градиента потенциала. Нет, я хотел уточнить, насколько правомерна состыковка электромагнитного взаимодействия и гравитационного в вашей модели. Там есть и отталкивание в электрическом взаимодействии, и притяжение. А в гравитационном только у нас притяжение. Вот я хотел бы знать, как в вашей модели… Это полностью справедливо, потому что в левой части уравнения у меня стоят инерционные слагаемые, а для уравнения импульсов в правой части стоят градиенты. Так вот эти градиенты могут взаимно компенсироваться, взаимно… Поэтому, если у вас отрицательный заряд, то у вас одно направление силы. Положительный заряд – другое направление силы. А если у вас градиент стоит уже гравитационного поля, то это одно направление. Михаил Яковлевич, люди ничего не знают о ваших математических способностях. Я про физику спрашиваю. Поэтому и пишут. Ну, вы объясняете, вот смотрите в уравнении, а я вас спрашиваю по логике вопроса. Возможно ли эта гравитация в вашей модели? Да, возможно. Потому что гравитация приводит к градиенту давления, и этот градиент давления позволяет перейти от закона кулона к закону… Градиент давления чего на что? Вот еще один вопрос у меня. Но градиент эфира так и приводило, все уравнения были, но давайте не уравнения, а физика. Телесный эфир был приведен. Телесный эфир рассматривается в гидродинамическом приближении, как сплошная среда с отвердеванием. Вот я повторяю то, что рассказывал. Как же нам это, для гравитации это добиться, не глядя в уравнение? Спасибо. Присутствует, все слагаемые присутствуют, все слагаемые. И если вы хотите построить какое-то техническое устройство, так или иначе, вы можете пользоваться уравнениями, можете не пользоваться. Но будете создавать, допустим, авиационные двигатели 30 лет, как сейчас создают. Пользуйтесь уравнениями, у вас уйдет 5 лет. Хотя физика не знает, что есть уравнения. Спасибо, Михаил Яковлевич, спасибо, Савинков, спасибо за ваши попытки прояснить. Я чувствую, что здесь, ну, может быть, проблемы с докладом какие-то, потому что, как я вижу, Михаил Яковлевич, вот можно я в этот момент ставлю некоторые соображения? Дело в том, что Михаил Яковлевич пытается нам рассказать, пытался нам рассказать о том, что сила тяготения – это есть движение эфира. Вот о чем он говорит. А мы восприняли его доклад, что сила тяготения – это есть кулоновская сила. Он просто показывает параллель между этими двумя силами и показывает, что движение эфира из кулоновского взаимодействия, из кулоновских проблем, которые у планет, часто у Земли возникают, можно провести глубокие, можно вывести некоторые коэффициенты, связанные с силой тяготения, которые тоже связаны с движением эфира. А эфир имеет и тяготение, и кулоновский. Мы спутали, или он спутал в своем докладе. Спасибо Геннадию Савинкову за вопрос. Чижов задает вопрос. Михаил Яковлевич, добрый день. Вы меня слышите, Валер? Да, да, слышите. Хорошо слышно, Валерий. Михаил Яковлевич, ну вот, доклад очень интересный, но очень, так сказать, почему я вот долго соображал, какие вопросы задать. Значит, вот действительно, сейчас немножко Валерий Николаевич сказал об этом, что вы как бы связываете кулоновское и гравитационные вещи. Значит, то, что квадрат между ними, ну это известно давно, с самого начала, как говорится, этих законов, тут ничего нового нет. А вот то, что вы говорите о том, что кулоновские вещи, они способствуют гравитации, ну это, наверное, все-таки неправильно. Дело в том, что вы приводите конденсатор, заряженный с двух сторон, он должен весить намного тяжелее. Понимаете, как-то не вяжется вот эта вот вещь. Вот, ну и по самому, так сказать, теории... Вопрос, пожалуйста, значит, коротко вопрос. Вот как вы, так сказать, смогли вот эти вот вещи увязать? Вот у меня они не вяжутся до сих пор. Электрический потенциал и гравитационный. Я бы Николай Яковлевич ответил, что он этого не делает, он не увязывает гравитацию и силу кулона. Он просто показывает, что они возникают в одном и том же процессе, и то, и другое. И одна подсказывает, как найти другую. Вот о чем он говорит. А он почему-то так вот просто... Володь, Михаил Яковлевич ответил. Хорошо, Валерий Николаевич, Валерий Николаевич, значит, дальше. Вот я рассматривал это, и вот мы обсуждали с тобой, Валерий, твои опыты с вращением. Я рассматривал это как тахионное взаимодействие. Вот между ними есть взаимодействие. Задай вопрос Михаилу Яковлевичу. Задай конкретный вопрос. Почему вы отбрасываете, почему вы отбросили тахионную теорию? Но это не ко мне вопрос. Я тахионную теорию не рассматривал. Я рассматриваю четко уравнение движения, где есть силы давления, силы кулоновские, силы гравитации. Все. Мне этого достаточно. И получаю все решения. Ну и физику демонстрирую. Понятно, Михаил Яковлевич. Следующий вопрос, Валерий. Все, у меня нет вопроса. Спасибо. Спасибо Чижову. Дим, пожалуйста, Голованов, задавай вопрос. Михаил Яковлевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мне понравилась ваша идея евклидового пространства. То есть вы правильно я понял, считаете пространство полностью евклидовым, да? Еще понравилась идея поляризации этого вещества эфира. В связи с этим хотел бы немножко общей точки еще поискать. Как вы относитесь к тому, что время может образовывать локальные градиенты? То есть время может течь в пространстве с разными скоростями? Я отрицательно к этому отношусь четко. Особенно, когда говорят о парадоксе дедушки, что сверхсветовое движение приводит к парадоксу дедушки. Это ошибка чистая физика. Потому что сверхсветовые движения также не приводят к никаким парадоксам, как и сверхзвуковые движения. Сверхзвуковое движение не приводит к парадоксу, если только не заморозить скорость звука. Если вы заморозите скорость звука, как скорость света, тогда парадокс дедушки будет работать и в гидродинамике. Ну а так, я считаю, что время абсолютно и равномерно во всех точках протекает. Вопросов нет у Дмитрия. Владимир Львович, вопрос, пожалуйста. Я хочу поблагодарить за хороший, интересный доклад Михаила Яковлевича. Я хотел бы поговорить о следующем, что у вас используется уравнение Эйлера. Если посмотреть на уравнение Эйлера чисто гидродинамически, то из закона сохранения массы, из закона сохранения импульса следует, что заряд – это некоторое течение. Если у вас это так происходит, то каждый заряд – это течение. Если это течение, то на это течение может воздействовать давление эфирное и также так называемый импульс, вихревой импульс. Мы получили, что если у нас учитывается вихревой импульс, то существует ситуация, когда заряды друг на друга не действуют, а существует гравитационное давление. При этом получается, что на самом деле вы правы, что заряды не связаны с гравитацией, но тем не менее для последовательного рассмотрения нужно не отбрасывать, не вставлять фиктивные заряды, как вы вставляете, а именно доводить до конца эти… Вопрос давай, вопрос, потом выступишь, так? А я думал, что это уже выступление. Нет, нет, это вопросы пока еще. Нет, тогда я задам простой провокационный вопрос. Михаил Яковлевич, как с вашей точки зрения можно объяснить притяжение планет к Солнцу? С моей точки зрения полностью так, как это в настоящий момент объясняется. Это полностью подтверждает, ну и в частности, мою теорию. Все, ничего нового в данном случае нет. Работает закон притяжения Ньютона. Единственное, что этим уравнением можно воспользоваться, решить проблему трех тел, четырех тел при наличии движения. То есть уравнения позволяют находить решение для любого количества тел. Спасибо, извините, что я переведен, но на пальцах объясните, в чем заключается притяжение Солнца, притяжение планеты к Солнцу, но на пальцах. Что такое физически? Сила притяжения, объяснить силу Ньютона можно только, в частности, пользуясь вашей монографией, как используя эфирные потоки. Вот это, считайте, объяснение. Я не буду пока уходить дальше. Спасибо. Спасибо за вопрос и за ответ. Ну вот, Никитин, последний давайте сейчас вопрос зададим, потому что уже почти 50 минут вопросы задаем. Очень много вопросов. Александр, я кратко, просто родился вопрос. Да, Михаил Яковлевич, у вас есть сила электрическая, есть сила, получается, кавитационная, разность потенциалов умножая на массу, а есть ведь еще сила инерции. У вас они есть в теории? Есть, есть. Это левая часть уравнения. Есть, все есть силы. А чему равна сила инерции? Нет, только чему равна. Закон F равняется M, второй закон Ньютона, отсюда и полученный. Второй закон Ньютона. Все четко. Но уравнение Эйлера и полученный, а второго закона Ньютона, вот там и присутствует сила инерции всех. Значит, вы фактически три поля объединяете, электрические, ну скажем, гравитационное и инерционное поле. Ну, как такового инерционного поля, не считая этого, нет, есть инерция, эффект инерции, сила равняется максимуму ускорению. Вот это уравнение Эйлера и есть уравнение сохранения импульса. Все, здесь достаточно, в правой части эти силы, инерционные силы уравновешиваются градиентами давления и градиентами потенциала, либо электрического, либо гравитационного. Это стандартная гидродинамика плазмы. Спасибо. Посмотрим. Спасибо. Я могу, поскольку, может быть, я чуть-чуть лучше работу Михаила Яковлевича знаю, и, может быть, газодинамику чуть-чуть лучше знаю, просто вот я Александру Павловичу отвечаю, что он, вот Михаил Яковлевич ответил, по сути дела, что второй закон Ньютона возьмем, слева стоят силы, например, кулона, F, а справа стоят вот эти самые любимые инерционные члены, это MA. Вот все, на этом все заканчивается. Как будто ищут еще новую инерционную силу. Ну, вот он, собственно, так ответил. Друзья, мы сейчас должны комментировать. Тут много было желающих, но вот я все-таки призываю в ходе вопросов комментировать. Может быть, сейчас кто-то, ну, таким целенаправленным образом выступит. Я прошу там, если кто-то есть. Вот Буйлина, Игорь, например, может быть, выступит. Ну, тоже руки поднимайте, потому что я вот вижу, что тоже поднимайте, пожалуйста, руки. Да, ну, вот я Буйлина сам пригласил, поэтому, Игорь, пожалуйста, вам слово, так? Включите, Игорь, микрофон включите, мы вас не слышим, так? Алло. Да, вот сейчас слышим, пожалуйста, ваш комментарий. Я все-таки думаю, что новая теория и вообще теория как такова, это та, которая может объяснить основные проблемы, которые достались ей в наследие от старой теории. Вот красивая теория у автора, я ничего не спорю, все такое. Ну, мне кажется, она на роль теории не дотягивает, потому что, значит, она ничего не объяснила из старых застарелых вопросов гравитации. Вот автор даже не понимает, почему гравитация распространяется намного быстрее на порядке. Это понимал Лаплас еще. Он это описал в своей знаменитой взятом труде. Вот это очень легко понять. Вот если у вас двойная звезда, и они крутятся по круговой орбите, и если у вас запаздывание существует, то тогда у вас возникает тангенциальная составляющая силы, которая разгоняет эти две звезды, и они улетают друг от друга по спиралевидным траекториям, чего мы не наблюдаем в реальности. Вот это и есть прямое доказательство того, что скорость распространения гравитации на порядке выше, значит, это самое. И если автор берется вот объяснять такие вещи, ну, гравитацию, то он должен, и его теория должна это показать просто. А иначе, нет, я понимаю, может быть, тут какие-то проблемы такие политические, что можно бояться, например, критики со стороны релятивистов на это, но это другое дело. Что касается, значит, проблемы инерции. Вот я написал статью по инерции. Я писал ее с помощью обычной гидродинамики. Вот. Мне кажется, что кое-что получилось. Ну, правда, меня почему-то не забанили, тут мне дали об этом рассказать. Вот. Так это не правая часть, на самом деле, а это можно объяснить с помощью эфира. И это совершенно естественно было бы. Вот именно то, что не была объяснена инерция с помощью эфира, она и привела к тем заблуждениям чудовища, которые привели к релятивизму. Потому что началось все с Ньютона, который заявил, что тела обладают некоторым природным свойством, оказывают сопротивление движениям. Ну, это были его оккультные, наверное, заморочки или еще что-то такое. Значит, и дальше, казалось бы, наука должна была преодолеть это. Но вместо этого в науке возник еще более неправильный принцип Маха, по которому якобы, значит, инерция есть продукт воздействия отдаленных галактик. Это вдвойне неверный принцип. Во-первых, скорее всего, гравитационный потенциал не имеет бесконечного распространения. А во-вторых, значит, это абсолютно металлогически неправильно, потому что силы инерции – это силы реактивные. Это силы реакции со стороны эфира при попытке со стороны кого-то ускорить тело или замедлить его. Тогда как сила гравитации – это сила активная. И смешивать это в едином принципе эквивалентности и говорить о инерциальной и гравитационной массе – это продолжение вот этой глупости, которая тянется от Ньютона. Понимаете, вот какие проблемы надо решать с гравитацией, а не получать еще раз, в сотый раз, закон обратных квадратов. Прошу прощения за мою критику. Спасибо Игорю. Я тут хочу сказать, Игорь, вас никто не забанил. Вы просто еще раз почитайте мою переписку с вами внимательно, без обид, потому что авторы, я знаю, очень обидчивы и любой какой-то момент воспринимают очень обидчиво. И с удовольствием осенью получите место, время и сможете рассказать вашу интересную теорию. Только у меня вопрос, просьба еще раз услышьте. Я при всех говорю, пришлите, пожалуйста, вот эту свою статью. Я вам прислал ее три недели назад. А, вы прислали? Извините. Тогда, ну, наверное, я перегружен. Все, вы получите место и выступите. Никто вас банить не собирается. У нас тут политики никакой нету. Магнитский, Николай, пожалуйста, выступление. Кому? Мне? Нет, 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 Николай, Магнитский, Магнитский. Да, да, я... Все, все, все. Николай, слышно. Да, Магнитский. Игорь Яковлевич, вот мне в вашем докладе, так сказать, очень понравилось несколько моментов. Это то, что вы рассматриваете трехмерное эсклидовое пространство и абсолютное время, так сказать. Вот с этим я полностью согласен. И то, что уравнения ваши должны быть инварианты относительно преобразования Галилея. Вот сто процентов полностью согласен с этим со всем. Но только, однако, возникают вопросы с тем, как вы, так сказать, обошлись, так сказать, с гравитацией и электростатикой. Значит, у меня, опять же, не вызывает сомнений то, что, так сказать, действительно гравитацию порождает элементарные частицы, а именно протон и электрон. Но вот у вас же нет, вы эфир рассматриваете, но нет у вас модели, как появляется, рождается протон и как рождается электрон. Вот если бы вы это нормально бы рассматривали, то, так сказать, понятно бы было, что это протон, это некая волна в эфире, свернутая, так сказать, с большой частотой. Волна там двигается, обладает большой массой при этом. А к нему идет, к протону, так сказать, идет волна извне, то есть он притягивает к себе все, что находится вокруг него. А электрон обладает меньшей, естественно, меньшей энергией в 2000 раз примерно, но от него волны отходят от него. И поэтому, так сказать, если вы будете рассматривать электростатику, так сказать, там, значит, они имеют одинаковые заряды, и поэтому, так сказать, они совершенно уничтожают друг друга, их волны, вот. А, значит, а если вы, так сказать, рассматриваете уже гравитацию, то получается, что, например, тело, которое состоит из большого количества, так сказать, ну, соответственно, в ядре там протона нейтрона, так сказать, вокруг электрона, так сказать, поэтому это атом, ну, из всех атомов тела состоят, так сказать, поэтому протоны этого тела, так сказать, создают волну, которая идет к телу, электроны создают волну, которая идет от тела. Но так как электроны по массе своей многократно меньше в 2000 раз, и энергии тоже, у них волна в столько же раз меньше. Поэтому, на самом деле, создается гравитационное впечатление, что у нас волна идет только к массе. И поэтому, на самом деле, гравитация, опять же, свое мнение высказываю, это не притяжение, а придавление и приталкивание. Причем, опять же, она как электростатика зависит стационарно, поэтому нет никаких гравитационных волн. Ну и к тому же, вот это небольшое различие в волне, которая идет от тела, которое создает электроны, оно объясняет как раз не постоянство гравитационной постоянной, которая давно уже всем замечена. Вот это все, вот у меня это в работах есть, это опубликовано, можно было бы все прочитать. Так, так сказать, ну, на одним словом, мне кажется, вот действительно, вот это все как раз и объясняет, то, что у нас примерно законы получаются одинаковые. И для Кулоновский закон, и, соответственно, Ньютоновский закон, то, что гравитация создает элементарные частицы, протоны, электроны, ну, и нейтроны тоже. И, ну, совершенно немножко по-другому надо было бы все это, так сказать, как-то объяснить, обязательно связать с эфиром. Потому что если с эфиром не связано, то тогда, конечно, теория не полна, так сказать, и, соответственно, значит, если вы рассматриваете эфир, опять же, с моей точки зрения, все эффекты, все, что физические процессы, должны объясняться эфиром и уравнением этой среды, которая является эфиром. Если этого нет, значит, тогда теория все-таки, так сказать, она как-то не полна и не совсем отражает реальность. Ну, опять же, это моя точка зрения, так сказать. Вот такой у меня комментарий. Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо за комментарий. Как обычно, очень толковый. Значит, Владимир Львович выступает. Я хочу сказать следующее, что, скорее всего, мы видим промежуточный этап исследования воздействия или там исследования гравитации. Потому что, на самом деле, общие формулы для гравитации можно получить из уравнения Эйлера, но дальше возникает вопрос, а как же рассматривать их в этой сложной системе? И вот в этом случае, и это не от хорошей жизни, Михаил Яковлевич стал, оставил эти члены, которые соответствуют зарядам. Заряд можно получить, естественно, из уравнений на Вестокса. Там можно посмотреть, получится некоторое течение. Значит, будет задача вот ту, которую он попытался сделать достаточно эффективно. Она будет превратиться в трехмерную, я не знаю, в четырехэтажную систему уравнений, где у нас будут вихри одни, будут взаимодействовать с вихрями другими. И дальше возникнет вопрос, а что же такое электронный вихрь и протонный вихрь, и как они взаимодействуют. И задача уже будет не такая прагматичная. Она будет представлять, разобьется на кучу задач, которые еще до сих пор не сделаны. Ну, вот мое позитивное отношение к этому подходу, поскольку он показывает, что на каком-то этапе можно использовать упрощенные модели, которые себя, например, подтвердили в физике плазма. Поэтому я считаю, что, конечно, все, что сказал Николай Магницкий, все это верно, но это еще до этого не доросли. То есть, Николай Александрович, можно ваши все эти членовья вставить, но задача будет неразрешимая. А автор неразрешимой задачи сейчас не решал. Так что мне понравилась эта работа, которая показывает на этап исследования гравитации, в котором мы сейчас находимся. Спасибо. Спасибо, Владимир Львович, за такой умиротворяющий, я бы сказал, комментарий после вот таких очень серьезных нападок. А вот Николай Владимирович, что нам скажет, интересно, так? Ну, друзья мои, первое, что я хотел бы сказать, что работа, ну, просто прекрасная. Мне, как теоретику, доставило настоящее удовольствие. Я его полностью понимаю, но немножко бы местами отвечал по-другому, объясню почему дальше. Потрясает его вообще уникальная память. На одном из семинаров он там привел форму, значит, которую он на доске написал. Значит, кто-то задал вопрос, и поскольку у нас идут съемки, значит, человек, который отвечал, подошел к кафедре, и в это время, без всяких комментариев, интересно, я написал вот эту формулу про Е на доске, там она подлиннее была, между прочим, еще несколько равенств было, равно-равно, и посмотрел в зал, без всяких комментариев, на вот Михаила Яковлевича. Он мне так головой кивает, показывает палец, что он означает. И все, я не комментирую ничего, понимаете, меня потрясло, что вот это, ну, некое взаимопонимание, там к месту, видимо, это пришлось, и он это запомнил. Я ни одного слова не сказал по поводу этой формулы. Теперь, значит, половина вопросов, даже больше половины, сводилась, ребята, к тому, что, так сказать, народ интересует механизм притяжения, механизм гравитационного притяжения. Естественно, никто этого не знает до сих пор, включая Михаила Яковлевича. Но по понятным мне причинам, вот, он этого в лоб сказать не может. Значит, вы в интернете наберите, пожалуйста, именно вот, как я говорю, не просто альтернативной теории гравитации, а, например, природа механизмов гравитационного притяжения. И там насчет много чего, я вчера проверял, готовясь к этому докладу, значит, кстати, там ссылок на Ньютона есть. Когда я был в Лондоне, мне англичане рассказали такую байку, которая в последствии подтвердилась. Когда у Ньютона спросили, и это все мы знаем, это цитируется в энциклопедиях, у Ньютона спросили, а почему тела притягиваются? Что Ньютон ответил? Я гипотез не измышляю. Это, любят цитировать особенно философы, известный факт. Но когда Ньютон умер и разбирали его бумаги, в бумагах нашли наброски теории, которая вошла сейчас в литературу под названием корпускулярная теория тяготения Ньютона. Таких теорий было много, Лисажу, как вы знаете, и другие. Правильно, да? Вот. Ну, надо честно сказать, что в настоящее время никто не знает природы притяжения. И это факт. Это факт. Значит, наиболее известные работы в этом направлении экспериментальные были и теоретические. Это работы Бьеркнесса. Это отец с сыном. Более ста лет назад на одной из промышленных выставок в Лондоне, нет, в Париже, демонстрировали два шара резиновых, погруженные в бассейн, да, которым были трубочки подвязаны, и эти шары пульсировали. И вот по команде отца, который проводил демонстрации, значит, менялись фазы колебаний этих шаров. Наши оболочки были упругие, по всей вероятности, резиновые, да. Значит, шары притягивались и шары отталкивались. Значит, пригласили несколько Нобелевских лауреатов. Это известный факт. Вы об этом запомните ключевое слово. Бьеркнесс. Бьеркнесс. Значит, Юрий Петрович Рыбаков, это заведующий кафери теоретической физики нашего университета, решил задачу о двух пульсирующих шарах. Она, значит, это опубликованная работа, между прочим. Значит, я ее, так сказать, меня так увлекла, что вот я сразу засел, проверил. Там очень простые расчеты. Я даже нашел такие ошибки, скажем так, описки, о чем сказал Юрий Петрович. То есть, значит, еще раз, два пульсирующих шара в зависимости от того, фаза университета совпадает или нет, могут притягиваться, могут отталкиваться. Это может иметь отношение к проблеме механизма притяжения гравитации. Значит, теперь, проблема, видимо, схожа с проблемой Вон Дебройля. Когда ко мне несколько человек специально приехали из Сибири, узнав из моего семинара, что я стажировался у самого Дебройля, ну и на кафедру пришли, вот, мне об этом представляют, значит, еще террористский положил, говорит, вот, хочет, люди приехали специально с вами побеседовать, чтобы узнать, что думал Дебройля о природе Вон Дебройля. Ну, я человек с темпераментом, говорят, что я сказал, никто не знает, что такое Вон Дебройля, включая самого Дебройля. Ребята, Дебройль опубликовал несколько сот статей и несколько десятков книжек. Часть из этих книжек я перевел, как вы знаете, да? Значит, год был массажировки в Дебройле, и потом много раз туда ездил и обсуждал с его учениками эту проблему. Ну, так вот, Вежье, Жан-Кер Вежье, самый известный ученик, так и сказал, никто не знает, что сих пор продавал на Дебройля. Так вот, я, зная то, как Дебройль по этому поводу говорил, и во всех своих публикациях только одну фразу сказал. Мы не будем сейчас обсуждать механизм волны Дебройля в скобках. Это в моем переводе звучит. Возможно, это будет труднейшая задача обобщенной теории электромагнитизма. Вот так Дебройль сказал по поводу механизма волны Дебройля. Все, точка, больше вы ничего не найдете. Но более знаменитая его другая фраза, которую вы знаете в диссертации. Предположим, что покоящая частица массы М в силу какого-то великого закона природы генерирует некое равенство, которое мы можем записать так. МС квадрат равняется Ас на ломинг. Вот так. Если частица пакуется, там есть какие-то колебания. Подчеркиваю, волны нет Дебройля. А когда частица, потом он рассуждает, частица начинает двигаться, возникает волна Дебройля. Ну и все попытки объяснить это, скажем, разновидность гравитационной волны, не выдерживает критики. Я Вежье задавал такой вопрос, а может быть все-таки это электрический заряд. Он мне привел контр-пример. Пи-0 Мизон. Заряда нет. Спина нет. Значит, магнитных моментов нет. Вообще никаких электромагнитных величин у Пи-0 Мизона нет. А волна Дебройля есть. То есть надо честно говорить и набраться смелости. Но я-то могу, зная, что по этому поводу сказал и думал Дебройль, я честно говорю. Для некоторых это расстраивает. Как же так, все так и проще. А вот для меня лично это стимулирует. То есть я, вот мы продвинулись в нашей группе к пониманию того, что такое волна Дебройля. Работаем в этом направлении. Но до конца настоящее понимание еще не прошло. Ну вот я в лучшей ситуации находюсь. Я, естественно, не могу так сказать, что никто не знает природы гравитационного притяжения, механизма до сих пор. Ну, он как-то так вот вокруг него. Вот и все. А таких вопросов, между прочим, вопросов, связанных с этим, было большинство. Я думаю, что он умный мужчина, даже мудрый, я бы сказал. Значит, я думаю, что он будет двигаться в этом правильном направлении. И не надо его подсказывать, и там говорить что-то плохое тело и так далее. Он сам все знает. Вектор правильный выстроил своих научных исследований. Исследования в отличие от многовекторности отдельных физиков и политиков. В общем, пожелаю вам дальнейших успехов. Спасибо, Николай Владимирович. Ну, как всегда, с уходами и с комментариями все было суперинтересно. Филипп Иванович, пожалуйста. Васекайлов. Микрофон, Филипп, включите, пожалуйста. Ну, Филипп Иванович что-то не слышит, наверное. Вот Сурин пока выступает. Да, Сурин выступает. Значит, докладываю. Эфиродинамическая лаборатория имени Фалерса Мелескова продолжает свою работу. Никуда не делась. Хотя мы потеряли, конечно, того самого теоретика, который указывал на возможную периоду гравитации. Ну, одну из причин ее. А именно термодиффузные процессы в эфирной среде. Ну, естественно, которые завязаны на модель протонов, нейтронов и так далее. Поэтому то, что здесь было доложено, мне кажется, неплохо было бы учесть, что есть как бы вот и несколько другие взгляды. Другое дело, что, на мой взгляд, вопросы гравитации и заряда, они, конечно, и на том уровне эфирной материи, на которые опираются теоретические представления Михаила Яковлевича, они тоже происходят. И, возможно, какие-то подобные механизмы, которые описаны в сегодняшнем докладе, могут там существовать. Но все-таки, мне кажется, иметь в виду, что как-то вот, если постоянно задавался вопрос, а что там физически на самом деле? В уравнении можно написать все, что угодно. А физически, ну, если мы имеем эфир, то, вот, скажем, термодиффузия представляется мне очень хорошим кандидатом на физическое объяснение некоторых вопросов, связанных с явлением гравитации. А в целом все хорошо. Спасибо. Спасибо Михаилу Сурину за комментарий. Вот появился Филипп Иванович Высекайло, он куда-то уходил. Филипп Иванович. Я не согласился. Пожалуйста, да, ваше... Меня залипли клавиши, я что-то не мог войти. Понятно, понятно. Я полностью поддерживаю, значит, Бычкова и Самсоненко в выступлениях. Действительно, рассматривать эту работу, может быть, и нельзя, как уж самую фундаментальную, объясняющую, так сказать, рождение электронов, протонов. Но вот что касается действительно гравитационных взаимодействий, то суть их непонятна, так же, как и электрических. Но это не означает, что нельзя использовать ту наработку и те фундаментальные данные, которые у нас уже есть. И, конечно, ну, всем хочется, наверное, придумать кефир, зефир, эфир, но я занимаюсь как раз задачами несколько другого свойства. То есть я пытаюсь на базе всех вещей, которые уже известны, экспериментально много раз проверены, объяснить те явления, о которых, в общем-то, сейчас говорил нам и Иванов. И действительно, многие вещи, совмещая силы электрические, гравитационные, можно попытаться объяснить. Ну вот, например, оказывается, что Солнце положительно заряжено. Как определить заряд, например, Солнца? Ну, сейчас очень огромное количество данных у нас есть по солнечному ветру. То есть часть ионов положительных дует от Солнца, причем с огромными скоростями. Но в спектрах ионов нету таких ионов, как железо пять раз ионизованное. А при этом, значит, ионы в солнечном ветре четыре раза ионизованные, там, кислород молекулярный или углерод атомарный, они существуют. Ну, насчет молекулярного я загнул, там все идет атомарное, конечно. Но, тем не менее, встает вопрос, а как так получается, что шесть раз и более ионизованные атомы железа летят в солнечном ветре и имеют приличную скорость, а четыре раза и пять раз ионизованные атомы того же железа, их вообще не видно, нету их. Это можно предположить, что ионы идут на Солнце, а не от Солнца. И тогда мы получаем равенство таких вещей, получаем заряд Солнца. Если Солнце положительно заряжено, а гелиосфера имеет температуру, там, до двух миллионов градусов, понятно, что электроны будут убегать из такой плазмы. И тогда мы приходим еще к одному эффекту – убегающие электроны, о которых там очень много говорили и, так сказать, в прошлом столетии и так далее. И в итоге мы приходим к тому, что, а где эти электроны будут высаживаться? Да они будут высаживаться в земле, такими или иными способами прятаться. Сейчас кулоновские кристаллы вот исследуют. Там тоже происходит уход электронов в тяжеленькие пылинки. И эти пылинки зависают в газовом разряде, так называемые кулоновские кристаллы. То есть я считаю, что все, что сделал Ивану, достаточно хорошо, но если бы он еще опирался на ту базу, которая есть, то можно было бы вполне чего-то из этого всего получать и так далее. Если у вас структура положительно заряжена и она вращается, или отрицательно заряжена и вращается, то она будет генерить электромагнитное поле и так далее. Опять это классика, ничего в этом странного нету. Поэтому я вполне поддерживаю такие работы, и они должны быть, и мы должны на них адекватно реагировать. Но то, что кто-то занимается эфиром и его свойствами, ну да, но получается, что такими же свойствами обладает и просто протонная, и электронная плазма. То есть что получается, если Солнце положительно заряжено? Это означает, что потоки электронов разбиваются на два. То есть потоки, которые уходят за счет того, что их энергия огромная, и потоки, которые приходят. Но здесь очень важно, что происходит взаимодействие электронов друг с другом. То есть электронные столкновения в горячей плазме. Они много что определяют. Ну, как тут объяснить? Вот часть электронов забирает энергию у другой части и выносит заряд. Тогда получается, что все положительно заряженные структуры, плазмоиды, все положительно заряженные. И действительно, ну это можно делать и без эфира. Рассматривать концентрацию, заряд, взаимодействие этих вещей. Ну, как бы можно идти двумя путями. Если на эфире что-то мы достигнем, то да, ради бога. Ну, кое-что мы достигаем и без привлечения таких понятий, как эфир. Ну, публиковаться все равно с нарушением нейтральности в астрофизике практически невозможно. Там сидит мафия. Причем общаешься с зеленым, вроде все понимает, все говорит. Но под ним много всяких людей, которые просто не понимают. Радиус Дебая не является фундаментальной вещью, если вы учтете, так сказать, убегающие электроны из плазмы. То есть у вас радиус, компенсационный радиус может быть огромен. Ну, например, вот вы говорите там, сколько, 78 километров. А в оценках Смирнова Бориса Михайловича, наверное, все знают его работы, он приводит, что компенсационный слой не может превышать 15 километров над землей. В наших расчетах мы вообще получили всего лишь 5-6 километров. А тем не менее на высотах 40 и 60 километров спрайты горят и все остальное. Чем это связано? Ну, вот сейчас это связано в наших работах. Это связано с тем, что вся гелиосфера имеет температуру от 10 электрон вольт до 200 электрон вольт. Ну, и там формируется как бы такая вот страта или ударная волна стоячая электрического поля. Вообще вот эти явления, о которых и сейчас шла речь и в докладе, по-видимому, они имеют конвективно-волновой характер. То есть это и волна, и частица. Ну, и здесь вот что сделал Дебройль, что он там писал, какие книжки. Я считаю, самое гениальное, это то, что он сказал, что частицы при определенных условиях ведут себя как волны. Ну, и здесь возникла проблема с Дераком. Дерак сказал, что в сферически симметричных резонаторах не может быть косинус волны. А в обычной физике такие волны существуют. Ну, это сонолюминесценция там и так далее. И, значит, проверяя уже на фуллеренах, мы показали, что оказался прав Луи Дебройль, а не Дерак, который выбросил n-1,2 в скобках, в квадрате спектр из таких вот волновых явлений. Ну, я считаю, хороший доклад вполне. И нет необходимости как-то тут указывать, что является основой в гравитации и в электрических взаимодействиях. Я, действительно, этот вопрос фундаментальный, когда мы до него докопаемся. Хотя задач вполне полно, как мы видели и в этой работе и так далее. Спасибо. Спасибо, Филипп Иванович. Спасибо. Ну, давайте вот последнее. Последнее. Ну, может быть, я еще пару слов скажу. Володь Чижев, пожалуйста, только быстро, если можно. Мы уже перебрали сильно время, так? Быстро, если вы комментарии. Ну, вот что интересно. То, что вы, как раз, Валерий Николаевич, проводили опыты. И я, честно говоря, не очень как бы поверил этому. И просто теоретически, так сказать, вот с помощью модели взаимодействия, ну, типа токеонного взаимодействия, начал рассматривать, что там получается. И если вы нарисуете, так сказать, солнце, землю и будете вращать, если будете вращать землю с ускорением. Володя, у тебя почему-то выключился звук. Включи его снова, пожалуйста. Выключился. Вот сейчас включился. Ага. И вот на чем я остановился, чтобы повторить. Последние два предложения. Повтори, пожалуйста. Значит, если вы будете рассматривать вот такую схему, типа здесь солнце, здесь земля, или же, так сказать, два диска, вот, и будете вращать один из них, этот диск, или рядом там, так сказать, стоящий, вот, то вы получите изменение гравитации. Но только должно быть с вращением, с ускорением. Диск должен вращаться с ускорением. Как вы только выйдете на, так сказать, стационарный режим, то вы получите, так сказать, ну, какую-то константу и ничего больше. А вот когда вы будете с ускорением это делать, тогда вы получите изменение гравитации. Но теорию, я использовал, так сказать, вот, теорию тахионного взаимодействия. То есть они постоянно взаимодействуют какими-то силами. Ну, какой-то, какой-то частицей, будем так говорить. Вот все у меня, вот, и это интересно, это интересно. Спасибо за комментарий. Спасибо. Друзья, ну, и я пару слов скажу. Значит, ну, вот, я уже тут вклинивался и выступал, поэтому я покороче попробую, потому что и так уже довольно долго заседаем. А потом Михаил Верхович пару слов еще скажет, и потом я объявление сделаю. Значит, я, во-первых, хотел бы обратить внимание на позитивы, которые у Михаила Верховича тут есть. Во-первых, ну, совершенно тут не говорилось, но он ведь предположил очень важную вещь, супер важную вещь о том, что эфирная частица, она диполем является. Понимаете, вот у нас как-то предполагается, либо она никак не заряжена, либо она там какой-то заряд имеет, одна имеет один заряд, другая другой заряд имеет. У него вот эта вот дипольная структура, она, формирование вакуума, влияние вакуума на тела, вот она очень важна. И он получил уравнение. Он так очень скромненько это все представил, а на самом деле я это когда, 6 лет назад увидел его эту идею о том, что уравнение на самом деле не кулоновское, такое вот, что дельта φ равняется там ρ делить на ε0, или если ρ нету, то дельта φ равна нулю, для распределения потенциала, а дельта φ равняется 2 косинуса, 2 синуса гиперболических от φ. Вот это вот получено суперинтересным оригинальным методом, вот это вот просто ради этого только стоит его послушать, но он, это уже для него все-таки все уже давно в прошлом, поэтому он об этом очень мало говорил. А для многих, я чувствую, думаю, что для большинства это просто совершенно, совершенно новая вещь. И Михаил Яковлевич, об этом надо каждый раз, каждый раз подробненько, и вот это очень, это многим очень будет нравиться. Ну, тут я бы хотел сказать так, что вот тут упоминали, вот Николай Владимирович Самсоник упоминал Лисажа. Вот странная вещь, как только кто-то чего-то украдет, вот, и потом начинает представить, как представлять это как собственное какое-то достижение, что сделал Лисаж спустя 120 лет после Николя Фатио де Дююлери, который предложил вот эту идею о том, что гравитация – это есть облучение Земли со всех сторон частицами какими-то неизвестными. Вот, украл это дело, и теперь все вот это теории Лисажа, хотя это теория Николя Фатио де Дюлери, молодой парень, 24 года. Через 4 года после Ньютона, после работы Ньютона о гравитации, ну, а вот эти математические начала натуральной философии, выпустил эту работу. Молодой парень осмелился, значит, вот спорить с мэтром и с, значит, вот физическим мэтром. Вот, и это было уже там 300 с лишним лет назад, вот это хорошо бы помнить, это вот очень важно. Есть, конечно, какие-то недостатки, вот, и я бы еще, ну, я не буду на них останавливаться, я бы хотел еще сказать вот о чем. Вот, Михаил Яковлевич, он так тоже достаточно быстро пролистал этот момент, что он на самом деле для некоторых там моделей рассматривает, как он их назвал, расширенное уравнение Максвелла. То есть, а расширенное – это вот что. Там стоят в правой части еще дополнительные члены, которых вот в исходных уравнениях Максвелла нет. Вот, я бы сказал, это языком, скажем, Самсоненко, если излагать вот этот подход, то Михаил Яковлевич рассматривает другой тип калибровки, по сути дела, калибровки. То есть, он не отбрасывает некоторые явления, которые калибровка Лоренца отбрасывает. Вот, и я бы сказал так, что вот математические свойства вот этой новой системы, которая возникает при этом, они, я считаю, это правильным подходом, только математические свойства расширения системы Максвелла. Но математические свойства этой системы уравнений совершенно не изучены. А я могу сказать, что вот я, например, считаю, есть такие люди тоже считают, что там есть стационарные решения, стационарные решения, подчеркиваю, которые удовлетворяют и уравнением, и калибровкам, расширенным. Вот я подчеркну, расширенным калибровкам. А это как раз и есть те самые бесконечно скоростные распространения, о которых тут вот несколько человек, в том числе Булин, говорил. И это тоже правильно. Поэтому вот расширение уравнений Максвелла, то есть переход на другие калибровки, по сути дела, возможно, вот эту проблему решает. Вот уход от уравнений чисто, от уравнений гиперболических к параболическим, там два типа уравнений спутаны в уравнениях Максвелла. Вот это надо понимать. Два типа. И вот параболические там уравнения решения тоже есть. А у них, все мы знаем, и Михаил Викторович прекрасно это знает, у них скорости бесконечны в этих уравнениях, в сравнении возмущения. Вот. В целом, я эту работу, на самом деле, вот она в тех или иных аспектах уже много раз докладывалась. Поэтому я бы сказал так, что вот тут скромно очень говорилось и не упоминалось. На самом деле Максвелл это, если не резованные уравнения, а Михаил Викторович пытается это дело исправить, так же, как это пытается исправить Бычков Зайцев, так же, как это пытается исправить Николай Александрович Магницкий. И там еще многие-многие-многие другие. Друзья, вот спасибо, Михаил Викторович. Михаил Викторович, ваше заключительное слово, пожалуйста. Так, мы кратко на четырех пункт остановлюсь. Но первый пункт, конечно, вот данное обсуждение весьма и весьма полезно, потому что ты осознаешь различные вопросы, заостряют эти различные вопросы. И, по крайней мере, уже следующее изложение будешь как бы с учетом вот той положительной критики, отрицательной критики рассматривать на будущее. Поэтому вот то, что на указанном семинаре мне дали возможность выступить, это большой положительный для меня момент. И я благодарен вот именно руководителям семинара за вот такую возможность. Это первое. Теперь второе. Вот, ну, Валерий Николаевич, вы правильно отметили две вещи. Расширенное уравнение Максвелла связано с тем, что если мы хотим рассматривать как для сжимаемой жидкости продольные возмущения, потому что исходное уравнение Максвелла дает только поперечные волны, а мы хотим рассмотреть продольные волны, так вот, в сумме расширенное уравнение Максвелла, которое вы здесь приводили с градиентами дополнительных величин, вот это и есть введение именно таких продольных составляющих волн. Но при этом можно считать, что скорость распространения этих продольных волн та же самая. Была работа Дубровского, который вводил разные скорости распространения продольных и поперечных волн. Ну, как это в сплошной среде бывает? Это надо далее исследовать, но вот в данном случае достаточно ввести дополнительные члены тоже с коэффициентом c скоростью света, и в этом случае продольные волны имеют ту же скорость, что и поперечные волн. То есть распространение гравитационных волн идет со скоростью, и самой гравитации со скоростью c. И второй момент, вот тоже справедлив, что вот уравнение Лапласа с правой частью в виде синуса гиперболического действительно позволяет свести гравитацию к закону Кулона. И вот это сведение как бы дает уже основу для единого описания взаимодействий. Если мы знаем, что сейчас удалось объединить электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие, к ним присоединяются уже и сильные взаимодействия в плане такого электромагнитного описания. Так вот, если использовать указанное уравнение, то мы получаем как бы, и вот это, пожалуй, четвертый момент, который я хотел отметить, это как бы единое взаимодействие, природа взаимодействия. Однако сама физика, вот математика, понятно, описывает, но природа эту математику не знает. Ну, действительно, в чем природа, если мы все свели к электромагнитному явлению, мы, в частности, к электростатике, вот электростатическое притяжение, отталкивание одноименных зарядов, протяжение разноименных зарядов, то физика, именно физика притяжения, конечно, остается под вопросом. И вот заставляет, ну вот скажите, а почему они притягиваются? А почему отталкиваются заряды? Конечно, это общий вопрос. И здесь надо идти, мне представляется, в более глубокую суть того же эфира. И это могло бы как бы прояснить и природу, физическую природу, именно вот электрического взаимодействия, экзомагнитного взаимодействия. Ну, а так, спасибо большое еще раз за плодотворное обсуждение. Конечно, обсуждать такие вопросы необходимо, но, однако, классическая позиция, основанная на абсолютном времени, на трехмерном эвклидовом плоском пространстве, без всякой кривизны, и фактически на основах эвклида, ньютона, галилея, инвариантности галилеев, мне представляется все-таки за этим большое будущее. Поэтому надо физику искать не за пределами стандартной модели, а до пределов стандартной модели, опираясь на конец 19 века. Ну, а 20 век, он благодаря фактически уже политике и информации смог более ярко выяснить, разрекомнировать теорию относительно квантовую механику. Этот вопрос еще, конечно, будет в ближайшие годы и десятилетия рассматриваться. А так, большое спасибо за внимание, большое спасибо за возможность, возможность, которую мне представили. Благодарю вас. Спасибо, Михаил Яковлевич, за теплые слова в отношении семинара, вебинара, и спасибо вам. Друзья, значит, да, Михаил Яковлевич, пожалуйста, пришлите свою презентацию. Ну, вы об этом говорили. Да, я пришлю сейчас после семинара, я вам вышлю на моем. Спасибо, спасибо. Я, кстати, хочу сказать всем авторам, которые тут вот некоторые еще не разбежались, вот тут у нас 15 человек ушло, но остальные, кто остались, вот и есть, может быть, авторы, выступавшие на семинаре раньше, на вебинаре вот в этом году. Мы предполагаем выпустить некую электронную версию, вот где эти, вот этих сборника, вот вебинарных этих действий, трудов, этих рассуждений, обсуждений. И там, если вы не возражаете, эти ваши, значит, слайды тоже будут опубликованы параллельно, собственно, с видео ваших выступлений. Друзья, на этом мы заканчиваем весенне-зимнюю сессию вебинара Климова-Зателепина. И следующий вебинар мы начнется уже после лета, где-нибудь в середине сентября или даже, может быть, в конце сентября. Поэтому спокойно отдыхаем, набираемся сил, накапливаем знаний и выступлений. У нас, кстати, есть уже четыре там выступающих, предложивших себя, они очень интересны на вот этот новый осенний сезон. Еще раз обращаюсь к Игорю Булину. Игорь, пожалуйста, значит, не волнуйтесь, мы вам дадим там слово, конечно же, вот. И вы сможете там спокойненько выступить. И тут все будет нормально, не волнуйтесь. Ну, какая-то движка произошла по каким-то там недопониманиям, возможно. Спасибо. Друзья, на этом я заканчиваю, значит, вот нашу весеннюю-зимнюю сессию. Спасибо всем за участие. Друзья, до новых встреч осенью. Спасибо. 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 Спасибо.